Добрый вечер, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас сегодня в этом зале на открытом диалоге «Искусство быть счастливым». Эта идея возникла в связи с тем, что у всех у нас всегда есть вопросы по жизни, и бывают моменты, когда мы можем задавать эти вопросы, бывает, что и не получается. Поэтому в таком формате впервые в центре Алицена мы проводим такую встречу, и сегодня на ваши вопросы, которые мы получили по интернету, на сайте и в ящичке, будет отвечать Александр Геннадьевич Хакимов. Вот, все вы его знаете, проповедник, философ. Он почти 30 лет изучает ведическую философию, ведическую культуру, путешествует по всему миру. И поэтому я знаю, с какой любовью, с какой мудростью Ильцена отвечает на эти вопросы, поэтому, пожалуйста, готовьте свои вопросы дополнительно к тому, которые мы будем задавать. Этот вопрос прислал мужчина. Вопрос, почему у мужчин выпадают волосы на голове? Может быть, это связано с какой-то чертой характера? Можно ли противостоять обуслению? Есть вопрос, на который ответа нет, не существует. Ну, то есть, говорят, ну, так принято. Ну, вот, такая дорога, скажем, ну, что вы спрашиваете? Мы летим в самолете и трясет там через Гималайю, знаете, как там тряска? Люди волнуются, все радуются, ну, а что-то трясет-то, почему? Ну, дорога такая, ну, а как еще ответить на этот вопрос? И если вы спрашиваете, почему вот у мужчины так, вы скажете, ну, тело такое. То есть, с этого уровня ответа не существует. То есть, какие уровни вы знаете нашего, как бы, бытия? Четыре, да? Помните? Какие? Перечисляйте. Физические. Эмоциональные, интеллектуальные и духовные. Ну, вот, с какого уровня можно задавать вопрос и слушать ответ? Это тоже важно. С уровня физического, скажем, ну, такая природа. Вы не можете спросить меня, скажем, а почему человек стареет? Ну, почему? Ну, такая природа. Тут ответа нет. На физическом уровне ответа не находит. И поэтому наша наука, которая располагает такими вот знаниями материальными, она не находит ответа тоже. На этом уровне не существует ответа. То есть, нужно разобрать причину. Потому что природа, о которой мы говорим, облысение ли это, пол ли это, характер, это следствие. А у следствия нет ответа у самого. Ответ в причине. То есть, нужно тогда поинтересоваться причиной. Тогда мы можем найти ответ на другом, с другого уровня. Собственно, вопрос означает, что мы хотим понять что-то большее, чем просто то, что мы наблюдаем, испытываем, и ответа не находим, да, на этом уровне. Тогда мы спрашиваем, а почему так? В чем причина-то, собственно говоря? И вообще, это также эмоциональный вопрос, потому что здесь видно в этом вопросе, что человек не хочет лысеть. Ну, если вы спросите любого человека, он скажет, я не хочу лысеть, любой человек. Ну, для мужчины, тем не менее, это не так уж и важно эмоционально. Есть культура такая, где мужчины волосы вообще сбривают. В китайской древней культуре сюда также украинские казаки сбривали, чум какой-то оставляли один и все. То есть для мужчины там предполагается другое эмоциональное тело, так скажем, тонкое тело, не как у женщин. Вот. Есть, конечно, мужчины сейчас экстраваганты, эксцентричные, или как еще называют, которые хотят быть. Но веда говорит, что эксцентричным мужчинам, экстравагантам, не доверяйте. Потому что если мужчина слишком озабочен с вылыцкой головой, то он не заслуживает доверия, на самом деле. То есть у мужчин должны быть другие вопросы. Ну, женщина может спросить об этом, я еще понимаю, ладно. Для женщины это допустимо. Она по природе своей экстравагантная, должна быть такой. У мужчины должны быть такие беспокойства. Я слышал даже, что существуют такие очень дорогостоящие операции, где вживляют волосы как бы вот в это место. Существует такое, да, я слышал об этом. Еще я когда-то был студентом, мне рассказывали об одном мужчине, который сделал такую очень дорогостоящую операцию. Себе и у него пышная шевелюра получилась. Но эти волосы не растут, знаете, вот. Они вживлены, более-менее искусственно просто держатся. Вот. И он получил шевелюру, наконец, он справился с этой проблемой, очень не хотел быть лызым. И пошел отметить это. С друзьями, ресторан, конечно же. Ну, они там отпитили, как полагается, до поросячьего состояния. И попал в вытрезвитель. А там раньше стригли на лысо. Вот так закончилась эта история. Это ответ на первый вопрос. Спасибо. Следующий вопрос. Здесь объединяются два вопроса. Написали две женщины. Одной 54 года, другой 40 лет. Обе работают бухгалтером. И одна и другая задают вопрос. Очень часто в компании случается такое, что не устраивает психологический климат. Что очень сложно разговаривать с людьми. И очень трудно понять, та ли это профессия, которой они занимаются. Но одна пишет о том, что ее сыну 17 лет, и он заканчивает школу. И не может определиться с выбором профессии. Так же, как, в принципе, и я, и другая женщина пишет. Как помочь своим детям в выборе профессии, так как собственного опыта в этом нет. Ну, вот здесь ответ есть на этот вопрос. Существует ответ на этот вопрос. Если сравним, скажем, мою бытность, когда мы выбирали профессию, у нас таких проблем не было. Ну, были какие-то, конечно, проблемы, но мое поколение, если здесь кто-то есть, вы знаете, таких серьезных проблем социальных не существовало в то время. Это была единичная личная какая-то проблема, что человек еще не определился, и все. Все знали, еще в школе, что они будут делать. Что получат кто высшее образование, куда пойдет, там, врачом. Это уже было известно с пятого, с партис какой-то там. Почему? Потому что в тремя люди не руководствовались выгодой. В целом, совершенно ясно и понятно. Поэтому, когда вы ходите на работу, вы попадаете в этом сфере в отношении выгоды там сейчас. Сейчас культура эта очень гипертрофирована. Чрезмерно вот эта выгода заслонила все у человека. Любой ценой на выгодную какую-то работу попасть. Но когда вы попадаете в такой коллектив, где все так думают, вы начинаете думать, а моя ли это вообще профессия? Потому что все конкурируют там. Отношения очень сложные становятся, напряженные. В Ведах написано, что там, где деньги, начинается напряжение психологическое. Как только между людьми деньги, напряжение, скованность, скрытность и другие вещи начинают происходить. И чем больше это желание, тем более сложные отношения устанавливаются в коллективе. И как бы вы ни пытались, вот там подарками, улыбками, там наградами, но пока есть эта выгода, вы не сможете найти свой коллектив, свою профессию. Профессия – это еще и общение. Это не просто какая-то работа. А это, прежде всего, общение, вы как делаете, вы должны же чувствовать, что это оценивается, что это благоприятно, полезно, хорошо, то, что вы делаете. Не с позиции выгоды, а с позиции как бы вашей жертвы. Вы же еще жертву совершаете, вы отдаете себя фактически профессии. И если с этого уровня ответа нет, вам никакие деньги не помогут почувствовать счастье. Счастье – это любовный обмен, работа – один из способов. Но в этом случае вот даже ребенок не знает, чем заняться. Сейчас поваленный вот этот вот синдром, понимаете. Дети уже взрослые, так сказать, понятия не имеют, чем заниматься. А потому что сориентированы на выгоду. Вот попробуйте, определитесь. Ответ вполне тут конкретный есть. Вот в этом причина. Выгода – это большая проблема. У нас в санскрите называется атьяхара. Это как раковая опухоль. Жадность. Выгода или жадность? Атьяхара означает переедание, накапливание веществ больше, чем необходимое, и денег, и собственности тоже самое. Вот что коммунисты хотели. Отобрать это все накопленное и распределить. Атьяхара. Капиталисты – это то же самое. Они атьяхара, они так это делают. Другие – так. Не знают, как распределить собственность. Семье тоже сложно с этим. Как деньги распределить, как одежду, как машины, как жилплощадь распределить. Все конфликты только из-за этого. Атьяхара, прояса – это вот описывается на санскрите, какие есть серьезные шесть препятствий в жизни человека к успеху. И первое – это вот это с жадностями. Желание выгоды. И когда человека поражает это желание выгоды, его разум, он становится жестоким по отношению к близким даже людям. Бесчувственным. Ради выгоды он становится вот таким человеком, черствым. Как ни странно, как бы наша современная цивилизация, она сейчас в этом направлении пытается идти. Выгода, выгода, выгода. Благосостояние не так достигается. Это побочный продукт цивилизации. Это не цель. Это не причина нашей жизни. Выгода. Потому что виды говорят, это временно. Вы тут проживете и уйдете отсюда, и все, что вы тут все оставите. Кому оставите? А они оценят то, что вы еще оставите? Вы уверены в этом? Это побочный продукт просто. Цель не в этом. Есть две вещи. Шрейс и прейс. Вот. А прейс – это то, что благоприятно, приятно. Слово «приятный» – прейс. Санскрит? Похоже. То, что благоприятно для меня сейчас, я это делаю. Прейс. Шрейс – это дальняя цель. Я могу не видеть ее, но думать об этом или слышать об этом. Вот к чему я должен прийти дальше. Например, ребенок хочет играть, он не хочет учиться. Дисциплина – нет. Он прейс – игра. Игра – это прейс. Приятное времяпровождение. Но необходимо шрейс. Должен учиться, должен получить образование, получить диплом, получить профессию. Это шрейс. Пример, скажем, такого. И вот сейчас нас направляют в сторону прейс. А шрейс, кто не имеет, не знает, какая же конечная, высшая цель жить. Для чего все это надо? Пустота в этой области. Эту пустоту мы заполняем постоянно какими-то прейсами, развлечениями, одеждами, модами. Постоянно поток информации идет. Специально, чтобы заполнить эту пустоту. И как только вы спросите об этом, а шрейс, вы скажете, зачем, зачем в этом думать? Вот прейс кругом, вот туда пойдем, вот туда посмотри, вот это попробуй. Не надо все, заставь все это. И в итоге мы просто не знаем, каков мой долг, какая моя профессия, что должен достичь. Шрейс – нет, его просто можно достичь. Прейс. Видишь, какая система такая ваша, что мужчине, мальчику 16 лет, уходи из дома. Все, учись, думай о своей жизни, кем ты будешь, как, давай, 16 лет, все, дом покидай, родительский дом покидай. Сейчас он до 30, до 40 лет, понятия не имеют, что ему делать вообще. Прейс, воспитали. Приятно, комфортно, что родители заботятся. Ты хочешь это, дорогой мой, но это не так выгодно. Вот так вот выгоднее. И ребенок сбивается с толку. Юноша или кто бы это не был, сбивается с толку этим. Ты хочешь быть тем-то и тем-то, о, странно. Это же не престижно. Те же уважать не будут. И он опять думает, тогда что же мне делать? И он постоянно сбивается с толку, какие-то надуманные вещи. Дайте человеку быть, кем он хочет из сердца. Дайте ему познать свою природу. Я знал одного парня, так сказать, в молодости. Он был сапожником. Все смеялись. Что это за профессия? Кто ты? Сапожник. Ему нравилось? Был сапожником. Все удивлялись, все смеялись. Почему сапожник? Хотя мы были все из рабочего класса, и, по идее, мы должны поддерживать любой рабочий класс, но сапожник был непрестижный все же. Было тогда престижно в мое время быть инженером и врачом. Вот эти институты были переполнены всеми этими молодыми людьми. Все шли туда, вот в политехнический институт и медицинский институт. И страна получила тысячи неквалифицированных инженеров и врачей, потому что они шли не по призванию, а по престижу. Преез. Не шреез. Объясните себе и другим, что такое шреез твой. Твоя цель, твой смысл, твоя же профессия, твой предназначение. Вот это и есть твоя ценность. Не сравнивай ее с кем-то другим. Видите, атмосфера очень важна, в которой мы живем, думаем, ценность устанавливаем. Следующий вопрос прислала женщина. Я зачитаю. В нашем веке мужчине очень сложно контролировать свои сексуальные желания. Как в рамках брака, так и вне его. Очень часто болезненно и связано с мужской физиологией. И не имею в виду сейчас крайности. Мой вопрос с точки зрения ВЕД. Что нужно делать мужчине, чтобы контролировать свои сексуальные желания? И может ли женщина ему в этом помочь? Да, да. Хороший это вопрос. Очень важный вопрос. Разумный вопрос. Контролировать. Вообще цивилизованный путь, цивилизация начинается с обуздания чувств. Это первая ступень цивилизации. Если мы живем в среде, где люди не контролируют чувства никаким образом, вы знаете, что мы не живем в цивилизованном обществе. А что это означает? Вас любой обмануть может. Кто угодно. Даже близкий человек. Может жениться, а потом врусить. Что происходит? Это такой бытовой, сейчас типичный пример. Значит, мужчина и женщина встречаются, влюбляются. Потом она беременеет, а мужчина уходит. Типичная ситуация. Это цивилизация, где люди не контролируют свои чувства. Они вам обещают искренне, что любят вас, готовы ради вас. Они это обещают в семье, они это обещают на работе, они это обещают где угодно. А потом ситуация меняется, они говорят, ну а это было раньше, а сейчас у меня все по-другому. Нет постоянства, нет каких-то твердых обетов, обещаний, ради которых человек живет. Он тебя обещал, ты же во сне выполни, говорится. Если ты во сне кому-то что-то обещал, иди и сделай, потому что вот это вот культура. Вот это разум, вот так ты будешь сильным человеком. Сейчас это вообще в повине такой культуры не осталось. А с чего начинается вот эта твердая культура, могучная культура с контроля чувств. И вот сексуальное желание, наиболее сильная энергия. Контролировать, то есть ограничивать ее нужно, но не слепо. Она может разрушить нашу эмоциональную составляющую, психическую составляющую. Если просто ее сдерживать, как-то держать в таком повиновении, она прорвет где-то в другом месте просто. Как, помните, у Булгакова, когда приходит буфетчик, такая комическая сценка у Воланда на квартире. Буфетчик приходит, жалуется, что культура превращается в фантики какие-то, в этикетки. Он принес эти этикетки, пожаловался, что вот на деньги. А ему предлагают выпить сразу же там застолье. Он говорит, а я не пью. Он там Булгаков описывает, он же врач, профессиональный Булгаков. Сематич сердце там писал, у него практика большая. Он также психолог очень тонкий. Он говорит языком Воланда, что не находит или что есть что-то нечто странное в мужчинах, которые не бьют. Либо он болен, либо он страдает какими-то пороками, этот человек. То есть он контролирует себя внешне, но внутри-то он еще хуже будет, понимаете? Внутри в тайне он становится, этот грех в тайне поселяет в его сердце. И вот в тихом болоте, черт его изговорит, такой человек еще сложнее, еще опаснее становится такой человек. А те, кто вот прямо вот наслаждаются жизнью, и безопасно, по сути дела, безобидно. Это есть в психологии люди. Они получают свое открыто все. А тут скрытность существует. И вот, когда мы говорим, сексуальная энергия контролируется, мы сразу вспоминаем, что с вами? Это прошлые века, когда была паранжа, скажем там, или платок на голове, или там длинные юбки. И людей вот в такую вот культуру. И мы думаем, вот нас сейчас запихнут в эту вот культуру, понимаете? А в голове, внутри, пороки все равно остаются, понимаете? А мы хотим быть честными, открытыми, свободными от этих всех вещей. Собственно, так и было. Под религией пороки прятались, под целомудрием пороки прятались, под монашеством пороки прятались. Это еще хуже говорится. Во всяком случае, первый тип людей, они честные, они порочные, но нечестные. А другие, они порочные и бесчестные. Добавляется еще один порок, видите? Так, как же контролировать сексуальное желание? Не так. За это отвечают культура и творчество. Если сейчас спросить вот в зале, кто занимается творчеством, ну, многие скажут, ну, это не моя профессия, правда же? У меня вот есть уже профессия. Ну, к профессии относится. Нет, это не к профессии, а к нашей природе относится сексуально. У всех есть эта природа. Вот как мы ее используем? Если вы неправильно ее используете, творчество будет равно почти нулю. Ну, то есть мы будем воспринимать это как зрелище к культуре, как потребность в развлечениях. Но сами мы не можем создать что-то творческое. Например, в Индии, в тех местах, где есть вот еще культура такая сохранилась, там интересный опыт можно получить. Культура красоты выше на несколько порядков во всем. В одеждах, даже вот в этикетках, не знаю, там, в мебели, в чем угодно. В музыке, в способности вот изображать. То, что мы здесь, наверное, шедеврами храним музеек, у них это делает он закрытыми глазами просто. Мы видели такие там лавки, где они просто это делают с закрытыми глазами. Я такие вещи в Эрмитаже только видел. Это их обычная культура, но простая культура, не что-то слишком ценное. И не так уж дорого и стоит. Потому что у людей, естественно, у каждого есть это желание красоты, и понятие красоты, и вот это вот творческое начало. И оно может выходить правильно или неправильно. Например, красивое что для мужчины? Женщина. Значит, через секс может выйти способность красоты. Как? Потребительски относиться к красоте. Красивая женщина – наслаждаться ей. Деньги очень красивые. Правда, заметили? Их очень красивые. Максимально красивые нужно изобразить деньги. Что-то важное написать, изобразить и так далее. То есть, вожделение, оно сейчас проявляется в том, вот эта вот, как бы, сексуальная энергия неправильно, в том, что мы хотим быть потребителями красоты. Это опять же зрелище. А когда вы управляете этим, именно контролируете это, не сдерживая, а контролируете, вы становитесь источником красоты. Творчества. Не потребителем, а источником, производителем этой красоты. Это каждый человек должен быть таким. Попробуйте одеться красиво. Не сексуально привлекать, а красиво. Это разные вещи. Попытайтесь так сделать. Сексуально – это просто. Просто фигуру где-то по чужому-то, ноги показать, и все. Там, собственно, одежда особенная такая уж не нужна, культура большая, высокая. Это просто подчеркнуть какие-то особенности тела. Но попытайтесь одеться красиво, но не сексуально при этом. А это уже другое. Это уже относится к контролю сексуального желания. Вот он, ключ. Не к подавлению этого всего, не паранжа, не унылый вид, не испуганный взгляд и шарахаться противоположного пола. А уметь себя свободно вести на другом уровне в обществе. Это культура утраченная. До какой-то степени траченная. Еще можно вернуться, потому что мы понимаем, о чем сейчас речь идет. Мы можем вернуться к этому, к этой культуре. Во всяком случае, можем воспитывать сейчас своих детей в этой области. Это очень ценно. Вы увидите, что эти дети потрясающие вещи будут делать. В будущем. Это можно наблюдать. То есть, сексуальное желание у мужчины. Хорошо. Мужчина – это широкое поле деятельности. То есть, мужчина – это тот, кто делает невозможные вещи. Это мужчина. Такие мужчины нужны женщинам. Не как сексуальный объект, а как тот, кто может выражать себя, действовать плодотворно, с огромной пользой, эффективно. То есть, цель у мужчины невозможной, невыполнимой задачей ставить себе человек. Вот так используется его энергия. И для этого нужно вдохновение. Это, опять же, красота, не только женская красота. Это умение тонко чувствовать. Потому что силу дает мужчине именно вот это тонкое чувство прекрасного. Сейчас это все связывает только с женщиной почему-то. Только исключительно с женщиной. Но я вам скажу одну вещь, что женщина не обладает самой по себе такой красотой. Красоты гораздо больше в других объектах, на самом деле. Если вы понимаете законы природы, физические вот эти красоты, вы увидите, что там красоты больше, чем просто в женщине. Или в мужчине. Там границ нет, не существует. Но сейчас почему-то все это связано только с женщиной. Везде фотографии женщины. В журналах женщина, женщина, мужчина, одежда их и так далее. Машина – женщина рядом. Там пейзаж женщины рядом обязательно, потому что без женщины все некрасиво, неинтересно. Только сексуальная, подчеркивается, красота. Найти красоту можно где угодно. Творение основано на этом. Но этому нужно учиться. Для этого нужно более тонкий интеллект иметь. Более тонкий, то есть человеческий интеллект. Потому что животные тоже имеют сексуальное привлечение. В чем разница? Но они не могут слышать классическую музыку, допустим. Не могут видеть гармонию линий и симметрию в природе. Не знать, что к золоту и сечения. Понятия не имеют. А мы можем это все научиться чувствовать, понимать более тонкими тканями. Это тоже сексуальная энергия. Это же такой уровень. И так нам нужно это образование для мужчин и для женщин. И выгодите, женщина должна помочь в этом. Совершенно верно. Был один пример из жизни Белома Галтакура. Но это было очень давно, может быть, лет тысячам назад. История. Он родился в семье Брауна. Но привязался к одной проститутке. Ну, влюбился, по сути дела, в нее. Чинтам они звали эту женщину. Каждый день почти он был у нее. Она жила на другой стороне Ганги. Это такая привязанность развилась к этой женщине, что однажды в какую-то бурю там, буря поднялась. Волны на Ганге опасные. Деревья там ломались. И он пошел к ней, поскольку обещал прийти. Подошел на мере Ганга и удивился, что ни одной лодки нет. Он бурю не заметил. Он заметил, что лодок нет. Ему нужна была лодка переправиться на ту сторону. Было такое вожделение, такая привязанность. Он вплавь переплыл к Гангу. Даже лодочники не рисковали выйти в Гангу. Он просто вплавь переплыл к Гангу. Чинтам они посмотрели на такой ураган. Подумали, ну кто же придет в такую ночь. Ставни закрыли, ворота закрыли. Но он подошел к его воротам, а ворота закрыты. Там змея свисала с этих ворот. Он думал, что это веревка. Он просто хотел перебраться. Как за веревку змею ухватился и перелез через забор. И вставни постучался. Эта женщина, она очень удивилась. Говорит, так, ты так привязан ко мне. Я не думал, что ты в такую ночь. Ты как перебрался? Ты как? Я просто к тебе пришел. В чем проблема? Переплыл к Гангу, перелез через забор. Там какая-то веревка была. Она посмотрели, там не веревка, а змея выползает. И это Чинтам они сказали. Вот такая решимость, что ты не заметил даже ураган. Ты даже змею за веревку принял. Ты даже не испугался ничего. Если бы ты вот так же был привязан к цели жизни, ты бы доискал совершенство очень быстро. А ты привязан вот к этому мешку костей и плоти, она сказала ему. Она имела такой разум, чтобы сказать ему, это женщина. Я говорю, за то, что мужчина не услышит от мужчины, он то услышит от женщины. Женщина – это очень тонкий учитель в этом плане. Если она знает истину, она может очень мощно воздействовать, очень глубоко воздействовать на интеллект мужчины и может помочь ему избавиться от этого похотливой природы. Потому что мужчина из-за поведения женщины и наоборот тоже. Почему женщина сейчас выглядит так, как выглядит? Потому что мужчины этого хотят. А почему мужчины так себе ведут, что женщины этого хотят? Они это чувствуют. Они чувствуют и всегда немножко больше добавляют. Чуть-чуть больше. Мужчина всегда немножко нагловато. И женщина немножко всегда чуть-чуть больше вызовут себя ведет. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть и продвигают друг друга в этом направлении. В итоге любой взгляд мужчины, сейчас современного мужчину, он связан с сексуальным желанием Просто в лицо женщины посмотрит и думает о сексе сразу же Так и написано, что вот в такой век вот такая культура будет Это самая важная, самая значительная часть нашей жизни – сексуальная энергия Спасибо. Следующий вопрос. Живу в Казахстане и мне трудно спокойно смотреть на сложившуюся ситуацию в стране За 25 лет независимости богатая природными ресурсами страна доведена до дефолта Входит в список наиболее коррумпированных стран мира и, соответственно, в список стран с наиболее низким уровнем жизни населения Принято считать, что любой народ достоин своих правителей, но от этого мне не легче Смириться, спокойно принимать существующий порядок, вещей я тоже не могу Уезжать не хочу, а что делать – непонятно Что вы можете посоветовать в моей ситуации и как поступить другим людям? Заранее благодарю Спасибо. Очень жаль, что вы поставили свою жизнь в зависимости от системы Очень жаль, если вы так свою жизнь поставили в зависимости от системы, кто-то здесь То мне просто будет очень жаль Система вам не поможет никакая Ни эта, ни другая Можете поехать в Америку, система вас сразу закабарит в кредиты Можете поехать в Россию, там тоже столкнетесь с большими проблемами Никакой системе вы не должны доверять свою жизнь Ваша жизнь стоит дороже, чем какая-то система В системе вы просто материал, энергия, которую используют В фильме «Матрица» говорится, что просто делать, вот энергию получать от вас От живых существ, батарейки для роботов Ну там, в том сюжете Я не обвиняю сейчас никакую систему, это система мирового масштаба сейчас везде, не только Казахстан Что касается коррупции, то здесь скорее-то это не коррупция называется в Казахстане Это культура Казахстана Я здесь еще был в 1972 году, по-моему Здесь ничего вы не могли достичь, если вы какого-то подарка не делали к тому, как вы следующему человеку шли Если коробку конфет или цветы, это обычная культура была В советском понимании того времени это было что-то как взяточничество А здесь это обычная культура, если старший приходит к младшему, то младший всегда дает ему то, что хочет старший Я сталкивался с этим здесь И поэтому отчасти это коррупция, отчасти это просто культура Востока, Восток дело тонкое Вот такой здесь этикет отношений А с другой стороны, этим сильно злоупотребляют Этикет хорошо, если вы старший, младший уважает, применивается дарами Но сколько воруют денег здесь, неслыханно Это просто неслыханно Бизнесмены в Европе отдыхают просто Они поражаются в процентах отношений Это причем все знают Причем зайдите куда угодно и все это знают Какой здесь, какой тут грабеж идет И в Казахстане это происходит, и где угодно где это происходит Но здесь связано еще и с культурой, поэтому здесь свои особенности Но я не об этом, мне этого не жаль Каждый сам отвечает за свою жизнь, понимаете? Мне жаль только то, что вы поставили свою жизнь в зависимости от этой системы А не от Бога Вот в чем проблема Я же не могу сейчас взять и сказать формулу Мы изменим все, коррупции не будет Как-то не будет Будет Я даже ничего не говорю против этого в Казахстане Это невозможно просто Лучше ничего даже не говорить Не объявлять войну коррупции Вот в моем случае Когда меня спросил Борецкий в Алматы Этот известный философ, молодежный лидер По поводу коррупции в Казахстане Я говорю, хорошо Ну коррупции, ну тогда хотя бы должны делать какую-то благотворительность Если они берут деньги, пусть делают благотворительность Пусть заботятся о других людях Как-то их будут очищать это все Куда бы ни шло еще, ладно Был такой один Врач китайский Который драл деньги с богатых людей Знаете как? Не хуже коррупционера За какие-то там Рецепты обычно Он брал большие деньги у императора Огромные суммы А просто император от обжорства страдал Ему лекарство это не нужно Это бы диета Он приписывал диету И требовал от него золотые манеры за это И пугал, что он умрет Если не последует этой диете И император боялся Тряся от страха, что может умереть Ну вот тут просто вот такая туша была Уже сердце раздавляло жив И доктор приходил, ругал его Приписывал диету Пугал, что смертью Брал бешеные деньги с него и уходил На месяц хватало этой диеты И потом снова императора объедался И так он получал от него хороший куш Всегда Но на эти деньги он лечил бедных людей В которых не было ни копейки История помнит этого врача Ну если уж вы не можете не брать ничего Ну уж так тут заведено Ну тогда делайте что-то хорошее Хотя бы уж так Но что-то делайте хорошее А почему нельзя заботиться о людях Что нет сострадания Да есть, посмотрите Просто глаза откройте И появится у вас сострадание А многим нужна помощь реальным людям И если вы помогаете реально Хорошим людям Много хорошего в жизни будет происходить Деньги же как дождь Прольете куда-то и вырастет Поэтому не разочаровывайтесь Просто Свою жизнь нужно освободить От этой системы Разум, сознание освободит От этой системы Вам система не мешает заниматься То есть жить своей жизнью Иметь свои ценности Настоящие Не мешает Это наш выбор Зависимость от системы Порождена страхом Пенсия Что еще Какая зависимость Что обещает система Я не верю в эти обещания Неужели пенсию Сделать человечеством человек Я не видел такого Спасибо Сейчас объединю три вопроса Два парня Денис, Виктор и девушка Напишет Ее зовут Ольга Она из далекой бельгийской деревни Написали вопросы Он пишет о том Что совершенно новый человек Привлеченный Медическими знаниями И очень много Была на лекциях Слушала И очень много Изменилась в ее жизни Появилось Появилось много Энтузиазма Много появилось Результатов И готовность Двигаться Развиваться Присутствует Но к сожалению Отсутствуют Люди И общения С тем С кем она может Как-то двигаться И развиваться Кроме интернета Больше ничего нет Но в то же время Есть Очень много Состояния вины И стыда За прожитые годы Очень много Состояний Которые невозможно Изменить И это прошлое Влияет на ее Будущее Это относительно Ольги Парень пишет о том Что Очень много Груза Осталось В прошлом Несформированных Целей Очень трудно Найти себя В профессии И Очень много Стыда За то Что сделано Хотя Очень много Есть сейчас Позиции Куда идти Понимание Духовной жизни И Что бы Вы посоветовали Куда двигаться Как быть Как развиваться Если этот Груз Прошлого Тянет назад Груз Прошлого Ну как бы Грехи прошлого Ошибки прошлого Рад бы В району Предоставительный Поступок В обществе Где вас Ценят Вы понимаете Что общество Может вас Отвергнуть За этот поступок И Поскольку Вы себя Очень Связываете Цените Это общество Людей Вы боитесь Этого Разрыва Что Вас Судят Или Отвергнут Вы Очень Очень Боитесь Этого Что Вы Социализированы С этим Обществом Это Как Семья Ваша Скажем И Самое Страшное Для вас Быть Отвергнутым Из этого Общества Если Вы Что-то Все-таки Совершили Вам Трудно Войти В это Общество Просто С невинным Видом И Общаться Продолжить Так же Как Будто Ничего Не Было Верно Вам Стыдно Это Будет Согласны Но При Этом У вас Всегда Есть Возможность Служить Этому Обществу Вас Никто За это Не Осудит Но Вы Думайте Я Там Не Был Слугой Я Был Другом Я Был Равноправным Членом Понимаете Общества А Теперь Я Слугу Превращаюсь Непрестижно Вот Че Моя Проблема Но Всегда Говорится Закон Таков Если Мы Совершили Что-то Дурное Мы Должны Искупить Это А Чем Служением Нельзя Этого Стесняться Это Единственный Способ Восстановить Себя Свою Честь Но Люди Стесняются Говорят Как же Все Непрестижно Теперь Я Что Тут Слугой Стану Я Не Хочу Быть Слугой Мы Уже Все Равны Были Да Но Ты Должен Восстановить Свои Отношения Доказать Что Ты Прежний Человек Что Ты Можешь Меняться Можешь Просить Прощения Можешь Работать Над собой Тебя Еще Больше Можут Ценить За Это Реально Ценить Не Просто Шоу Какое Показывать Благополучие А Реально Оценят Человека Должны Реальность Видите Плохие Хорошие Качества Но В чем Ценность Что Мы Работаем Над Собой Мы Меняем Себя Мы Способны На Это Поэтому Жить Просто С чувствами Вины Неправильно Это Тамас Называется Саморазрушение Самоунижение Как Говорят Святые Вы Встали На Путь Святости Так И Вдруг Совершили Грех Что Должны Делать Забыть Про Это И Продолжать Свой Путь И Просто Продолжать У вас Всегда Это Право Остается На Восстановление На Реабилитацию На Служение Как Бы Мы Не Падали Как Бы Не Поднимались Мы Всегда У нас Есть Право Служить Это Главное Почему Мы Падаем Потому Что Забываем Что Мы Слуги Вот Когда Мы Падаем Только Служение Снова Поднимет Нас Мы Снимаем Что Я Слуга Потом Снова Поднимаемся И Забываем Что Я Слуга А Как Это Проверить Что Забываем Что Слуга Начинают Ссориться Знаете Сомнение Ценить Выше Злоупотреблять Там Взятки Брать Все Что Угодно Могу Я Жен Возвышенная Личность А Вот Тогда Снова Ошибка Чувство Вины Служение Вспомни Кто Ты Все Искусство Деятельность Заключается В том Чтобы Продвигаться И оставаться Очень смиренным Скромным Человек Никто Не должен Видеть Нашего Величия Если Оно Есть Никогда Никому Не внушайте Что Вы Великий Человек Или Хороший Человек Или Достойный Человек И Вы Должны Знать С кем Вы Разговариваете Никогда Такого Не внушайте Ни Детям Ни Соседям Ни На Работе Скорее Великий Человек Тот Скрывает Своё Величие Говорится Одевается Просто Красиво И просто Безвызбы Себе Ведет Слушает Как будто Он Невежестве Ничего Не знает Так Внимательно Слушает И Единственное Критерие То Что Человек Перед Вами На Возвышенный Это Его Способность Говорить Говорит Совета Пока Он Не Заговорит Вы Никак Это Не Обнаружите Потому что Он Скромен Но Когда Он Говорит Он Должен Говорить Правду Вы Сразу Увидите Человек Имеет Качество Если Ничего Хорошего Не Можете Что Нужно Делать Молчать И Люди Будут Думать Про Вас Тоже Возвышно Так И Есть Возвышно Потому что Глупости Мы Не Говорим Никогда Мы И Хорош Можете Ничего Не Говорим Но И Дурных Вещаний Говорим Видите И Уже Хорошо И Так Психологически Нельзя Погружаться В чувство Вины Сверхмерли К Этому Нужно Практично Относиться Не Боритесь Никогда За Престиж За Богатство За Власть Боритесь С Другим Врагом Внутри Себя Больше Не Съем Если Вы Подведите Свои Чувства Все Люди Будут Слушать Вас Спрашивайте Слушать Если Вы Не Контролируете Свои Чувства Никто Слушать Не Будет Тогда Вы Захотите Деньги Или Власть Иначе Как Будут Слушать Почему Люди Сейчас Хотят Деньги И Власть Потому что Их Не Слушать Никто И Все Коммунялии Хотят Писать Книги Потому что Опять Же Никто Не Слушает Вот Это Способ Самовыражения Станется Написать Книгу Обрести Богатство Чтобы Люди Считали Со Мной Или Власть Чтобы Люди Считали Со Мной Без Этого Сего Я Никто Никто Меня Не Слушает Нет Мне Ни Ни Качеств Ни Знаний Поэтому Я Стремлюсь К этим Атрибутом Возместить Свои Недостатки Спасибо Такой вопрос Как помочь Родителям Во взаимоотношениях С прабабушкой Ей 90 лет Характер Был Всегда Очень Тяжелый Игоистичный Все В доме Должно Быть По ее Желанию При этом Воспитание Характер Родителей Не позволяет Ей Величить Сейчас Им Самим Уже По 60 Лет И очень Тяжело Переносить Сегодняшний Характер Бабушки И они Постоянно Болеют Хотя Бабушка Здоровая Ни один Из ее Других Детей Даже На несколько Дней Не хочет Ее К себе Забирать Если Попытаться Им Объяснить Сложившуюся Ситуацию С точки Зрения Законов Кармы Ведических Вещей Они К сожалению Это уже Не воспримут Как Можно Помочь Им В данной Ситуации У людей Должна быть Миссия Какая-то Не только Бабушка Дедушка Мама Папа И все На этом А где же Миссия Профессия Это не Миссия Это Способ Поддержания Себя Скорее Сейчас Заработать Что-то Устроить Свою Жизнь Экономически А вот Миссия В чем Заключается Поскольку Этой Миссии Нет Они Страдают От этих Отношений Средоточены На своих Отношениях Друг с Другом И страдают Сужен Терпят Миссия Должна Что такое Миссия Вам У вас Нет Много Времени На Близких Людей Вы Очень Занят Вас Ждут Другие Много Других Людей Не Только Бабушка Не Только Мама Или Папа Или Жена Или Сын Дочь Вы Отвечаете За Других Людей Еще У вас Миссия И Они Знают Ваши Родственники Что Вас Ждут Еще Другие Люди Что Вы Нужны Еще Другим Людям Это Совсем Другой Тип Отношений Но Если Вы Замкнуты В родственных Отношениях Тогда Очень Трудно Терпеть Видите Во что Превращается Владычица Морская Врат Ставит В таких Условиях Золотая Рыбка Нужна Исполнение Желания Вы Становитесь Такой Золотой Рыбкой Исполняющей Желание Потому Что Она Старше Всех Она Злоупотребляет Этим Но Просто У вас Нет Миссии Поймите Это Природа Прабабушки Быть Владычице Морской Любая Женщина В такую Стрельду Она Будет Такой Вы Не Избежите Это Поэтому Женщина Она Дома Она Всегда Что Хочет Что То Еще 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 Природа Такая У нее А У Мужчины Миссия Он Всегда Рад Будет Исполнить Желание Но Нет Времени Не Только Ты Еще И Другие Люди Все Общество Есть Миссия Итак Что У нас В обществе Нет Сейчас Миссии Нет Что Еще Нет Контроля Чувств Нет Что Еще Нет На Чем Мы Говорили Запоминайте Ключевые Моменты Что Еще Нет Творчество Да Недостаточно Чтобы Каждый Занимался Каждый Был Творчество Нет Скажем Нет Сейчас Мира Мира Нет Совершенно Веры Мира И веры Нет Служения Нет Сознание Можно Отмечать Эти Моменты О чем О тех Ценностях Которые Мы Говорим Которые Надо Восстановить Следующий Вопрос Что Мне Сделать Чтобы Моя Дочь Выздоровела Заболела Она В 16 Лет Аутоиммунным Заболеванием Копка Кишечная Сейчас Ей 19 Лет Принимает Много Препаратов Открывали Астрологическую Карту И Сейчас Идет Определенный Период И Он Заканчивается Еще Через Два Года Состояние Уже Тяжелое И Возможно Какой-то Немного Приятного Исход Что Делать Можно Только Молиться В этом Случае Уж Как Будет Мы Не Знаем В Этом Случше Нужно Только Молиться Люди Рождаются Живут Какое-то Время Потом Они Уходят Здесь Есть Здоровые Полностью Люди Сидящие Взади Кто Был бы Сказать Что У меня Нет Никаких Болезней Вообще Вот Есть Один Здоровый Есть Один Вот Радостно Еще Кто-то Понял Руку Ну Когда И Посмотреть На Вас Ну Это Приятно Увидеть Ну Мало Вас Всего Два Человека И Хорошо Что Вы Оставали Здоровыми Всю Жизнь Не Болели Никогда Мы Всем Это Желаем Здоровья Безусловно Но Сейчас Это Реже И Реже Это Очень Дорого Стоит Здоровый Человек В основном Все Как-то Болеют Есть Аюрведа Аюрведа Который Принципы Описывает Аюрведа Это Предупредительная Наука Профилактическая Медицина Больше Есть Реактивный Проактивный Метод Знаете Реактивный Мы реагируем На болезнь Когда есть Проактивный Мы Поступаем Так Что Болезнь Не Проявилась Не Пришла Проактивный Вот Аюрведа Это Профилактическая Медицина Образ жизни Рекомендуется Чтобы Человек Был Здоров И Всего Три Момента Учитывается Там Что Нужно Знать Человек Это Первое Это Правильное Питание Чрезвычайно Важный Момент Здоровья Правильное Питание Регулируемое Правильное Питание Нельзя Переедать И Недоедать Тоже Недоедание Обычное Это К туберкулезу К ослаблению Иммун Вот Этой Системы Переедание Обычное К диабету Вот Если вы Привыкли Переедать Или Заедать Стрессы Что Очень Чаще Чаще Опять же Мы видим Вы склонны Будете К диабетам И вот Такого Рода Вещи Если вы Не доедаете И истощаетесь То Вас будут Поражать Какие-то Вирусы Там Что-то Еще Туберкулез Так же Если К алкоголю Очень склонны Будете Зубами Мучиться Сильно Придет Время Ну Печень Понятное Дело Вот Это Питание Питание Это Целая Наука Нужно Изучать Не то Что Не думайте Что мы Знаем Все Все Это Надо Изучать Человек Потому Что Питание Режим Питания Диета Меняется С Возрастом Это Не что-то Статичное Это Динамичная Тоже Наука Должны Знать В каком Возрасте Какую Пищу Принимать Сколько И Потому Что Обмен Веществ Постепенно Меняется В теле С возрастом Значит И питание Тоже Должно Приспосабливаться Быть Гибким К этому Это Очень Важная Наука Питания Второе Это Нечистота Причина Болезни Это Инфекции Всевозможные Не только Инфекции Просто Нечистота Если Человек Не омывается Ежедневно Полном Омывание Не делает Он Нечистый Не считается Чистым Если Он Не меняет Одежду Каждый День Нательную Он Нечистый Считается Если Он Ходит В туалет По-большому И Не омывается Он Считается Нечистым И То есть Есть много Тонкостей В этом Плане Это Тоже Нужно Изучать Чтобы Чувствовать Их Понимать Мы Сначала Их Не Чувствуем Мы Принимаем Как Правило Предписание А Потом Мы Должны Научиться Ощущать Эту Нечистота Забивает Эти тонкие Каналы Просто Энергия Тонко Не Проникает И Человек Нечувствительный Становится Ни к переживаниям Ни к эмоциям Ни к красоте То есть Закрыто И все И У него Собственно Говоря 50% Жизни В пустую Проходит Как бы Во сне Просто В таком Состоянии Притупленном Также Сон Чрезмерный Сон Нечистота Если Человек Слишком Долго Спит Он Нечистый Будет В течение Всего Дня Его У И тело Будет Нечистым Потому что Обмен Исчет Не будет Работать Правильно Сон После 40 минут Сна Начинает Выделять Шлаки Тела Во сне Он Функционирует По-другому Чем Когда Бодрствует Во сне На восстановление То есть Шлаки Активно Интенсивно Выводятся Шлаки Если Чрезмерный Сон То Вы Зашлакован То есть Вы Должны Вовремя Встать Чтобы Сделать Умовение И все Остальное Если Вы Пересыпаете Шлаки Поднимаются В голову Все Фиксируется В голове Туман В голове Пресыпает Сил Целый день Туман В голове Трудно Средоточиться И что-то Забываете Рассеянность Вот это Все Сон Не отрегулирован Это Целая Наука Сейчас Никто Не изучает Толком Все Думают Что Все Знают Умовятся Зубы Почистят Причержится И думают Все Знают Вся наука Закончилась И ешь Что хочешь Что туман Разогнать И не пьют Спиртное Либо кофе С утра Как-то Чтобы Забодриться Если Они Мало Спят Они Не знают Как быть Бодрым Они Ходят Унылыми Хотят Выспаться Остроение У них Портится Если Вы Мало Хотите Спать Вы Должны Иметь Очень Активный Интеллект Для этого Тогда Это Не Будет Вредным Если Интеллект Пассивный Вы Не Досыпаете Это Не Будет Полезным Если Ваш Интеллект Активный Вы Не Будете Так Много Спать И Необходимости Такой И Так Это Регулируется Видите Например Ребенок Его Интеллект Требует Много Сна Там Больше У него Чувства Чем Интеллект Чувства Активные Поэтому Для них Большой Сон Это Хорошо Чем Больше Интеллект Пробуждается Тем Меньше Сна Требуется Но Если Интеллект Так И Не Пробуждается Мы Расстроены Чуть Чуть Не Доспали Утомились Мы Уже Расстроены Ходим Удовлетворенные Это Все Только Потому Что Мы Не Получаем Интеллект Пищи И Философского Образования Хорошего Глубокого Итак Нечистота Питание И Третья Самая Глубокая Важная Причина Это Беспокойство Ума Наша Психика Как бы Причина Причин Называется То есть Я Сам Становлюсь Причиной Своих Болезней Мои Мысли Мои эмоциональные Взаимоотношения Мои обиды Моя злоба Или ненависть Или любовь Но все Что Вот это все Мои эмоциональные Составляющие Это То о чем Я Думаю Переживаю И как Иногда врачи говорят Вам не нужно Переживать Все бы ничего Но переживаете Много Ну а как Не переживать Я не знаю Опять же Такой науки Нет у нас Как не переживать По пустякам И сейчас 90 с лишним Процентом Переживаний Которые люди Переживают Серьезно Не являются Серьезной Причиной Вообще Не являются Причиной Для таких Глубоких Переживаний Это уязвимость Своего рода Такая И это Зависит Наше состояние Ума Удовлетворенность От того Какую цель Жизни Вы преследуете Насколько Возвышенная Цель Настолько Незначительны Будут Вот эти Бытовые Повседневные Переживания Или столкновения Об этом Из-за бытовых Столкновений В Санкт-Петербурге Было очень много Самоубийств В коммунальных Квартирах Что люди Очень Не могли Это пережить Эти обиды Эти Ссоры Конфликты Но Примеры Того Когда в таких Сообществах Появлялись Люди С возвышенной Целью Все менялось Вокруг Все менялось Сразу Это Незначительное То есть Вы Неуязвимы Должны Защищены А таких Мелочных Но Травматичных Переживаний Но они Мелочные Не стоят Яйца Выеденного Не думайте Пожалуйста Что в вашей жизни Что-то серьезное Присутствует Что нужно Переживать Сейчас За самые Серьезные Вечи Переживать Не нужно Они даются Бесплатно Их не нужно Ни зарабатывать Ни обманывать Для этого Ничего Для этого Не нужно Нужно Просто искренне Желать И все Что мы Все ценности Мы получаем Это За счет Чистоты За счет Чистоты Правильного Питания И воздушного Мышления Вот и все Все очень просто Но Вопрос не изучен Глубоко В нашей культуре В средствах В образовании Глубоко Не изучают Ни три момента Поэтому мы Подвержены Болезням И когда Болезнь Уже Проявлена Аюрведа Практически Не может Помочь В этом случае Но если Конечно Вы сильный Человек Духовный Можете Медитацией Победить Болезнь В том Смысле Что она Может Остаться Но вы Можете Не замечать Ее Даже Это Прослужит Духовной Силы Мы На это Не рассчитываем Конечно Мы Не можем Дать Такой Совет Всем Сомневайтесь Медитацией И не Замечайтесь Вашей Болезни Нет Простите Человек На это Не способен Он Уязвим Если Он Заболел Как Он Забудет Об этом Сейчас И Все Жи Когда Человек Умирает Он Уже Не думает О Свою Болезнь Он Переключается Сознание Сам Не Переключается Но В течение Жизни Мы Не можем Так Сознание Высоко Переключить Как Бо Нет Такого Пинка От Жизни Не Получили Пинок Не Нужен Стресс Нужно Образование Как Даже В трудностях Помнить Хорошие Вещи Вот Есть Две Вещи Благодарность И Обида Что Выбираете С чем Жить С обидами Или С благодарностью Это Наш Выбор Вот Это Результат Медитации Это Не Просто Приятное Перемь Провождение Отстранение Это Это Важная Вещь Можете Эту Жизнь Прожить С Благодарностью Есть За Что Благодарить Посмотрите И Кого Благодарить А Можно Прожить С обидами И Тоже Есть На Кого Обижаться Безусловно И То И Другое Есть В Мать Мать Конечно Не Будет Благодарить Болезнь Если Ребенок Болеет Ее Никогда Мать По Другому Будет Смотреть На Это И Она Должна Бороться За Здоровье Сво Ребенка Молиться За нее Что Можно Последить В Обычном Бытовом Случае Обычном Бытовом Случа Молиться Но Серьезно Спасибо Из Зала Кто-то Хотел Задать Вопрос Потому Что Очень Красиво До Восьми Задать Вопрос Кто Следующий Вопрос Женщина 41 Год Трое Детей Вышла Замуж Второй Раз И Жила С мужем И В процессе Жизни Муж Очень Много Гулял Мало Брал Ответственности За Семью И Очень Много Было Внутренних Переживаний Что Привело К Развитию Себя К Изучению Ведической Литературы Много Посещала Психолога Понимала Все Свои Ошибки И Все равно Сил Не хватало Для того Чтобы Сохранять Свою Семью Потому Что Муж В той Или Мере Все Равно Продолжал Это Делать И Очень Было Трудно И Не хватило Смирения И Терпения И Все Таки Я Развелась Пишет Женщина С Этим Мужчином Но В какой-то Степени Все равно Остается К нему Чувство Но В данный Момент Времени Уже 17 Я Знакомилась С Открывала Тоже Экологическую Карту И На Карте Было Такое Видение Что Нужно Еще Подождать Три Года И Все Таки Наконец То Муж Принят Решение И Вернется Что Мне Делать Все Таки Создавать Счастье В семье С Новым Мужчином Или Все Таки Дождаться Мужа Котого С Которого Я Развелась Да Интересно Чем Ж Сердце Успокоиться Я Тоже Боюсь Когда Вижу Что Люди Женятся И Сразу Начинаю Бояться Что С Ним Будет Неизвестно Конечно Радуются Когда Женятся Но Чему Радуются Непонятно Так Радуются Что Достигли Какого-то Высшего Блаженства А Потом Так Переживают Как будто Вы Знаете В ад Проводились Это Личная Жизнь Знаете На самом деле Мне все равно Как Вы Устроите Свою Личную Жизнь В этом Вопросе Потому Что Ваш Вопрос Выгода Вы О себе Думаете И Это Не Хочется Упустить Это Не Хочется Упустить Не Очень Хороший Вопрос С Этой Точки Зрения Я Конечно Понимаю Что Женщина Должна Бы Защищена Муж Должен Быть Ну Вы Стали На Путь Ведических Знаний У вас Сейчас Есть Больше Чем Любого Обычного Человека В Тысячу Раз А Вы Все Еще Руководите Вот Этой Психологии Женской Выгоды Вам Пора Уже Пользу Приносить Людям В Это Время Думать О Других Больше Чем О Себе А Вы Все Еще Личную Женщину Свою Устраиваете Ну Так Строго Говоря Женщина Пишет Что Читая Пхагал В комментариях Говорится Что Человек То есть Душа Не Должна Привязываться К чему То Материально Ну В данном Случа К людям К родным Чтобы Получить Освобождение Для того Чтобы Не Привязываться Будет Ли Желательным Жить По Пути Преданного Служения Богу Не Вступая В Брачный Союз С одной Стороны Разве Миссия Женщины Не состоит В том Чтобы Выйти Замуж Служить Своему Мужу И тем Самым Внести В свой Вклад Во Вселенную И в общий Баланс Однако С другой Стороны Вступление В брак В любом Случа Будет Означать Привязанность К своему Супругу Детям Ну И так Далее У меня Возник Некоторые Диссонансы В этом Вопросе Прошу Вас Разъяснить Следует Женщине Которая Уже Знает О главном Предназначении Души Получить Освобождение Вступая В брак Если Да То Как Не иметь Привязанности К семье В чем Суть Тогда Природы Привязанности Если Женщина Понимает Что Муж Представитель Бога То В этом Случай Она Привязана Богу Через Мужа Вот Точно Так Же Как Юноша Девушка Влюбляется Точно Так Же Душа Влюбляется В Бога Говорится Точно Так Же Поэтому Когда Женщина Выходит Замуж Фактически Она Делает Шаг В сторону Бога Так Она Это Видит Поэтому Это Привязанность К Богу Развивается В течении Жизни В служении Больше И Больше Вместе То Привязанность Не означает Что Вы не Любите Или Не Привязанность Значает Что Вы Связываете Живое Существо Как Свою Собственность Порабощаете Его Как Свою Собственность Это Называется Привязанность Любовь Это Другое Уважение Это Другое Привязанность Это Бич Современной Культуры Люди Жизнь Другу Не дают Потому Что Привязан Очень Тяжелое Состояние Но Если бы Они Любили Они Выдавали Свободу Любовь И Доверие Две Вещи Существуют Не Просто Любовь Любовь И Доверие Это Значает Непривязанность Любовь Это Наша Природа Привязанность Это Не Наша Природа Это Порок Детям Детям Распоряжаться Распоряжаться Держать При Себе Всю Жизнь А Они Принадлежат Тоже Богу Как И Для Кого Воспитываете Ребенка Для Себя Думаете Мой Ребенок Ошибаетесь Ребенок Не Ваш Ребенок Принадлежит Всему Обществу Вы Его Там Даете Обществу И Кого Воспитаете Вы Несете Ответственность Перед Обществом А Есть Привязанности Вы Не Знаете Об Этому И Думаете Мой Ребенок Хочу Так Воспитываю Но Вы Отдадите Обществу Потом Понимаете И Ваше Воспитание Там Будет Нет Просто Своего Ребенка Все Дети Они Прилежат Всем Всему Обществу Может быть Ваш Воспитанный Ребенок Аграрит Мне Ночью Потом А Говорит Это Мой Ребенок Почему Ко Мне Пришел Ваш Ребенок Он Прилежит Всему Обществу Они Потом Вредят Всему Обществу Такие Дети Которым Родители Привязаны Как Собственные Не Хотят Освободиться И Беспокоить Всех Привязанность Это Чувство Собственности Я И Мое Жадность В этом смысле Поэтому Семья Это Возможно Служить Богу Вот Это Нужно Понять Спасибо Возможно Ли Человеку Жить В мире И Согласии С 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 Бывает Так Что Есть Мир Но Нет С 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 а разногласия должны быть мнения разные должны быть это разнообразие мнений это не отклонение что у нас могут разные взгляды быть разные мнения и даже в семье мы можем ссориться потому что он с разные мнения это нормально но но искусство мира заключается не в том что нас одинаковое мнение искусственное а в способности прощать друг друга тогда будет гармония но это же трудно для меня трудно а я не хочу я хочу пойти легким путем но нет к счастью легкого пути не было надо учиться прощать и сначала это горько как я а потом становится нектаром я вегетарианка прошла прочла много вегетарианстве посмотрела видео о том как мучаются коровы на молочных фермах у них отбирают телят и сразу после рождения и веганы говорят что пить молоко это тоже на животных вопрос как быть отказаться от кисломолочных продуктов или что настоящее решение создавать хорошие фермы без насилия потому что корову это настоящее решение промежуточное решение отказаться от молочных то что веганы это промежуточное решение это можно уважать потому что они борются за правильное отношение к животным кстати первая страна в мире по моему новой зеландии недавно признала официально что животные это также полноправные живые существа просто официально признали это совсем недавно что животные это равноправные живые существа эти мир новой зеландии совсем недавно так что веганы делают свое дело видите они заставляют людей увидеть животных живое существо убеждают очень хорошо человек возгордился очень сильно непокорная такая знаете природа гордый кто такие животные вообще это даже не живые существа это точно такие живые существа не просто как дети точно такие живые существа разницы нет к нам пришла собака на грани смерти уже еще избитая страшно но мы просто покормили но она осталась она сейчас понимает человеческий язык с ней разговариваем если вы живете в хороших отношениях же существами вы понимаете друг друга тем более вы человек можете понять так много каждое живое существо для вас будет открытие жизнь так интересно на самом деле зачем нам жить таком замкнутом пространстве ложного эго собственничества коров те же самые замучили на этих фермах выкачут из них молоко с кровью машинами телят отбирают раньше времени травмируют их жуть как они обращаются живым существом против природы против их души они плачут и дают молоко при этом кто люди пьют это молоко наслаждаются и детей кормят эти молоко а потом говорят что не такое ценное молоко тут нужны добавки человек такой изощренный в своей жестокости и он думает что улучшает молоко улучшает жизнь стремится так много давать людям столько столько гуманных вещей но на чем это построено на насилие сплошное насилие как пробудить эти чувства тонкие человека это интеллект тонкий каким образом как достучаться до этого в это говорят не так просто это сделать вы должны совершить жертву чтобы люди поверили в они что-то сдвинется сознание и мир на самом деле будет меняться один человек работал на обо дни в австралии и один бык упал на колени стал просить его чтобы он это понял вдруг и отказался от профессии потом по интернету эту историю всем всем разцевали с этим быком другой тореадор испанский профессионал то же самое бык отказался с ним сражаться и когда он посмотрел в глазу он понял почему бы когда он бросил свою профессию это навсегда и стал бороться продюгивающий что люди придумали для своих собственных просто развлечений есть один священник он уже умер ладик не из книга его современник собственно наш очень необычный человек искренний редкий человек он потом в конце жизни пришел к физической философии но он христианский священник и однажды к нему пришли его ученики что какой-то деревне чтобы пообщаться с ним были вопросы и они были во дворе дома весна или осень не помню они спросили священника владимира зачем нужен духовный наставник христиане говорят что наставник духовный должен быть но почему человек не может обратиться сразу к христу допустим читать евангелие ну и так далее зачем нужны наставники то есть в этом вопросе было сомнение наставников недоверия к этому этот священник замолчал вообще но понимал их как бы говорит что есть такие наставники которые от из-за которых такие потом вопросы появляются что можно было сказать и тут пролетал косяк вот это интересный случай потому что все единодушно увидели ответ в этом косяке косяк птиц очень большой прилетал и все посмотрели и одна птица сильно отставала и слабела снижалась косяка косяк не ждет знаете он идет просто эта птица она просто отставала отставала и все это вдруг поняли что происходит что эта птица погибнет и в это время вожак что-то крикнул назад и сошел с пути назад его место занял другая птица даже вернулся к следующей птицы стала летать вокруг нее и вдохновлять и вдохновил ее она вернулась в косяк представьте себе он снова занял свое место и снова получили ответ на вопрос что нужен настоящий духовный лидер который может совершить для нас такую вот жертву мы сможем понять через его сострадание пробудить свое сострадание через его интеллект пробудить свой интеллект чтобы спящего нужно будет связано нужно развязать нужен такой человек постепенно мы все равно пробудем себе при желании мы пробудем себе все все лучшие стороны нашей жизни все лучшие качества это же все рутина наша в которой мы запутались на физическом уровне а ответ выше такой вопрос как обрести внутреннее спокойствие и гармонию даже если с этим занимаешься духовной практикой и стоит ли заниматься какой-либо практикой или служением если она тебе не нравится но делать все равно нужно да это как но ты разу человеку не нравится она подниматься но он должен подниматься рано утром медитировать в 3.30 ночи или в 4 или в 5 кто как может ну или в 6 хотя бы если уже никак не получается ну или хотя бы днем время найти в конце концов все будет трудно верно же не так что и у вас днем будет куча времени или утром всегда бы с трудом мы будем это делать но разум будет говорить надо делать делает хорошо это швейс дальняя моя цель должен идти к ней приятно спать по утрам конечно же в теплой постели но это пресса мне швейс я помню нужно встать и постепенно если вы так разум свой используете сверхразум будет помогать вам пробудиться сверхразум дополнительные силы как бы не 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 мои силы а дополнительные силы придут контакт очень важно этот контакт почувствовать через практику когда почувствуете контакт вы это уже будете делать естественно вы не будете руководствоваться нравится не нравится вам не трудно это будет делать поэтому делайте на основании разума вы же разумно уже понимать, что надо это делать, делать через надо. Спасибо. Александр Евгеньевич, здесь уже немножко вопросы лично к вам. Что же стало мотивом в выборе вашего духовного служения? Как это случилось? Почему ваша жена согласилась идти за вами и ваша дочь, что я снилась к вам? Наверняка вы тоже уже совершаете духовные практики. Как вам это удавалось преодолевать внутренний процесс внутри себя? Для меня неожиданный вопрос, потому что я не думал об этом. Как это получилось? Да я не знаю, как это получилось. Но это есть в моей природе, с одной стороны. Сочетание моего гороскопа означает собака, имеющая интерес к дальнему плаванию. Вот я и плаваю по себе. Это такое же сочетание, как у Рериха, тоже Николай, тоже собака путешествующая. И интуиция, и перемещение. Ну, природа такова, поэтому я это делаю. Не думаю, что это какие-то мои сверхусилия или какие-то заслуги. Просто это моя природа. Но я не знал об этом ничего, что я буду этим заниматься. Если бы мне сказали об этом когда-то, я бы ни за что не поверил, если бы какая-нибудь, скажем, из ясновидничество сказала о том, чем я буду заниматься. Я бы никогда не знал. Вот мой на сумасшедший человек. Я бы так и подумал. Но одну вещь я получил во сне. Я еще учился в школе. Миссию получил во сне еще. С тех пор я абсолютно уверен был, что у меня есть какое-то предназначение должно выполнить. Причем связанное с людьми, с обществом людей. Это была моя внутренняя убежденность, но я не знал, что это означает. Как это случилось? Я и таких планов не строил. Я не любил выступать на публике. Просто не любил, панически боялся этого. Я так же не любил ходить на работу каждое утро. Я чувствовал систему бездушную в этом. Если у вас нет чувства выгоды, то вам не понравится каждое утро ходить на работу просто. Ради денег, ради карьеры. Вы сразу увидите, что это просто система. Слепая система работает. Конечно, я понимаю, что нужен порядок, но порядок устанавливается не системой, а совестью человека, отношениями человека. Когда система порядок устанавливается, это бездушные отношения. И я это чувствовал, поэтому не любил ходить на работу. И думал, как бы мне вообще не работать? Вот в смысле, чтобы не в системе находиться. Но все равно я очень много работал. Я не всегда по призванию, чаще всего не по призванию. Мы же работали дворниками, допустим, в Санкт-Петербурге. Все самое грязное делали. Потом я работал несколько лет в пожарной охране. Это был очень опасный труд для жизни. Я думал, как многие из вас, что пожарные просто спят. Я потом и пошел на работу. Я думал, там наверняка там будут много времени читать книги, ну как-то заниматься своими делами. Но я не знал, что город горит постоянно, оказывается. Постоянно горит город. Даже в Астане зажигалка загорелась, помните? Да, я слышал. Я слышал. Все знают об этом. Пожары были очень опасные. Несколько раз было с риском для жизни, когда можно было погибнуть. Находился в таких ситуациях. Так что мне приходилось принимать то, что дает судьба. Необходимость была. Не было таких планов стать каким-то духовным лидером или учить кого-то. Да я тогда и не говорил, в принципе. Я просто молчал за с ним. Если я где-то находился в общество, я никогда не говорил ни о чем. Поэтому те люди, которые знали меня раньше, они очень удивлены были. Крайне удивлены. Я потом вернулся в Владивосток, где я учился уже, будучи посвященным физическую культуру. И там у меня друзья были среди художников. Представьте, они меня с триумфом встретили. Друзья потрясенные, что я вот сейчас какой-то другой совсем человек. Вообще совершенно другой человек. Другое занятие у меня. И я уже на публике, на большой. И у меня были друзья, которые сделали мне афишу на центральной площади в три этажа. Плакат сделали художники проездом из Индии только один раз. Что-то в этом духе, моё там фимилья и имя написали. А имя было известно тоже в определенных кругах художественных, среди художников. И пришли даже мои преподаватели, которые у меня... у которых я учился. Просто посмотрели, что с ним случилось. Он же был тихий вообще, не видный. и тут зал большой, представьте, афиша в городе. А я потом с этой шли подумал, действительно, это же что-то странное было. Я на сцене трехчасовые лекции давал в три дня. И зал был битком набитый, из любопытства просто люди приходили смотреть. И потом я так и не мог понять, как это случилось, откуда у меня появилась эта энергия, что ли. Ну сейчас я понимаю, откуда появилась эта энергия. Не думайте, что только мы выбираем. Мы тоже что-то выбираем, но нас выбирают в основном. Сверху. Если вас выберут сверху, всё у вас произойдёт. Вы даже знать об этом не будете. Но вот если вы хотите это, не то, что вы должны быть на публике, как я или кто-то ещё, у вас своя будет миссия. Но ведь вы же хотите с другой судьбы, вы сами решаете. А если вы отдадите свою жизнь, тем высшим силам доверять будете. А они сами вас выберут и знают, что куда вас послать и поставить. Я думаю, в этом ответ какой-то должен быть. И даже сейчас у меня нет никаких планов. Я по опыту знаю, наши планы просто препятствуют нашему развитию. У меня другой принцип жизни, принцип ручья. Я часто об этом говорю. Ручье течёт, откуда он знает. Если срок с вами, он так обойдёт, так он гибкий должен быть. Вот таким образом должна строиться моя жизнь и так это делать. Это мой процесс, гибкий. Если бы я строил планы, как самолёт, знаете, нужна взлётная полоса и разлетаетесь кто куда, я уже не вижу никого. У меня планы большие. Большой самолёт взлетает, насекомые гибнут, он просто не замечает этого. Таких планов нет. Есть необходимость, потребность. Например, мы сегодня делаем программу. Как? У меня не было никакого плана. Вот план здесь, вот видите, я отвечаю на план, который есть уже. Я не пришёлся своим планом сегодня. Если у вас будут вопросы, так же я откликнусь. Это всё. Или пожелания, я откликнусь. Я служу вам. У меня других планов нет. Спасибо. А почему именно исход стал вашим выбором? Ведь в ведической философии есть много других направлений. А нет никаких направлений больше, строго говоря. Но есть формально существуют, но не такие активные. Есть много хороших людей, групп ведических тоже и в Индии, но не такие активные, не настолько там обученные знания, ясные, чистые, орифинизм, очищенные. Вот, например, трансцендентное знание здоровья стоит. Да, незаконченные всё же там. Незаконченные. Там есть трансцендентные взгляды на жизнь, есть, но незаконченная эта наука. То есть, здесь законченная наука в том смысле, что вы приходите к высшей ипостаси абсолютно истинных личностей, непосредственно к личностей вы приходите здесь. Поэтому здесь закончены, завершается процесс. Тут полная ясность. всё. В остальных процессах есть некоторая туманность мистическая всё ещё остаётся. Заметили это? Непрактичность такая, интересная, философская, всё вдохновляющая, но некоторая туманность остаётся. Отделённость от личности. Здесь нет такой отделённости. Исклон сейчас самая активная организация, которая распространяет знания. это знает уже весь западный мир. Спасибо. Ну, просто родился вопрос, а как же тогда вообще человеку определиться в выборе, вот, как найти свой духовный путь в каких-то традициях, где перебирать кто-то в христианство, кто-то в мусульманство, кто-то ещё. Не об этом думайте. Думайте о цели религии. Остальное не важно. Мы не говорим о конфессиях вообще. Это неважный момент. Важный, что важно, это познать Бога в своём отношении с ним. Остальное не важно. Можете оставаться в исламе и принимать физические знания. Какие проблемы? Например, я нахожусь физической традиции, но чем больше я изучаю ислам, тем больше я его ценю. Изначально ислам я его очень ценю. Наверное, превыше всего. В чём противоречие? Разве есть противоречие? Люди создают противоречие. Ислам не создаёт никаких проблем. Это люди всё портят. Куда бы люди ни пришли, всё испортят. ислам придут, ислам испортят. Ивотическую культуру придут, там тоже наделают. Христианство придут, и там всё разрушат. Несчастные пророки придут, их привьют на крест, потом снова всё портят. Люди жестоки жестоки, что вы готовы от встречи всего. Об этом мы начали свой разговор сегодня. Спасибо. Вот один из последних вопросов. Почему человек попадает в материальный мир? Ведь в Ведах говорится о том, как божественно, удивительно и хорошо, и счастливого духовного мира. Там удовлетворены все потребности, там блаженство и безусловная любовь. Почему же человек, ну или душа отказывается от всего этого и попадает в материальный мир? Она не отказывается от этого. Она хочет создать свой мир духовный. Вы не можете отказываться от духовного мира. Если вы ушли, скажем, из одной семьи, вы где-то другую семью будете создавать. Вы же не отказываетесь в принципе от семьи. Такой пример. Итак, мы с вами ушли из духовного мира. Мы сейчас здесь, в Астане. Астана это не духовный мир. Это материальный мир. Но здесь мы хотим создать снова духовный мир, свой уже мир, без Бога. И понимаем, что это невозможно. Без Бога невозможно это сделать. И к чему мы придем с вами? Мы вернемся обратно. Не то, что мы сознательно пошли в тюрьму к страданиям. Нет, нет, мы хотели создать здесь свой мир, где мы могли бы быть таким Богом. Мы хотели подражать ему, занять его место. В материальном мире все это пытаются делать, конкурировать, занять место Бога. А потом мы от этого откажемся все. Все все время откажутся от этого. Вернуться в нормальность и естественное положение. сейчас для многих отказаться от своих личных планов это подобная трагедия, не так ли? А почему, если вы знаете, что есть духовный мир, почему вы можете отказаться от своих проблемных планов, несовершенных планов? Психология бунта. Есть такое выражение. Знаете, какая самая сложная наука? Ни за что не отгадайте. труднее всего понять. Мы говорим душа, материя, это не самое сложное. Это любому ребенку можно объяснить на пальцах. Как душа отличается от тела. Живой и мертвый. А вот что на самом деле сложно постичь, это свобода выбора своей. Свобода выбора. Вот это самая сложная наука. Как пользуется свобода выбора? Есть пример, исторический пример в Индии. Сын богатого, очень богатого человека влюбился в какую-то простую людинку. Красивую девушку, простую людинку, беднячку. А отец сказал, сын, ты молодой, оставь эти глупости, ты должен жениться вот на той девушке. Это богатый партнер, мы с ним давно уже сотрудничаем, мы уже обсудили твое будущее, ее лепить наш союз, наш бизнес и так далее. Поэтому давай, возьми Зоу, ты не такой, что же ребенок. Сын сказал, папа, я не хочу жениться на той богатого. Мне нравится вот это, простая людинка. Говорит, ну подумай. И снова начались к этому разговору, сын снова доставил, а отец в конце концов сказал, ах так, ты не слушаешь отца, тебе все равно, то, что я заботился тебе, обо всем твоем богатстве и наследстве. Хорошо, иди женись, но ты не получишь ни цента наследства. Вот мое слово последнее. Отгадайте, что сделал с ним? Он женился на празднике. Скажите, почему? Он выбрал жизнь в нищете, ушел от такого отца, от таких денег, от такого партнерства, от такого союза. Смотрите, это свобода выбора. Это очень сложный вопрос. Если сказать больше об этом, вообще не поверите. знаете, в чем мы сейчас заняты? О-о-о, я все кое-что вам скажу. Приведу пример сначала. Представьте, что вы нашли себе здесь идеального человека. Муж или это жена или неважно. Идеальная пара, все хорошо. Даже все идеально, вы же все имеете разные мнения по каким-то вопросам. И конфликты неизбежны, не так ли? Поскольку есть эго. Эго причина того, что конфликты все-таки бывают. И вы любите друг друга. И при этом вы не уступаете, у вас есть эго. Эго-то тоже есть. И вот эго берет верстность, идти на любовью даже. Вы выбираете эго, подчинить все-равно себе вот этого человека, сказать, что я прав, больше степень. В конце концов, кто-то говорит, развод. А вы не уступаете. Ах, так, а я тоже могу. Я тоже так могу. И вы любите друг друга и разводитесь. Такое бывает? Вы разводитесь, а что вы делаете? Как использовать свободу выбора? Помните песню? А та у той, которой я украден, в отместку тоже станет край. Смотрите, свободу выбора очень цепная реакция идет. Вы начинаете доказать тому партнеру, что можете быть счастлив и без него. Я хочу привести к примеру, что это уже цепочка длится неизвестно откуда. Мы все еще доказываем кому-то о том, что мы независимо можем быть счастливы. А кому? Богу хотим доказать это. Оттуда, откуда мы изначально ушли. И все наши попытки быть счастливыми независимыми это попытки доказать этому высшему существу, что я и без него могу быть счастлив, независимо от него. Поэтому никакие логические аргументы, никакие разумные основания нас не волнуют. Это отношение, это мой выбор. Мне говорят, с Богом хорошо, я говорю, я и без Бога обойдусь. Это позиция. Вот это проблема, видите. если мы сейчас известим, что дает ведическая культура и что дает нам современная культура, вы видите, ведическая культура дает нам все. А современная система ничего в конце не даст. И все же мы выбираем систему. Почему? Такова психология бунта. Поэтому говорится, пока человек не смирится, он не станет на пути. А смирение означает, он примет одну вещь. Я не это тело. Вот тот человек, который принимает это, у него есть шанс. Что бунтарь материалистом становится. Я тело. Я живу один раз. У меня такая философия. Я отвергаю душу. Мне не нужно это все. Он начинает злиться, гневаться. Почему нельзя мясо есть? А я хочу. Ну да. В это психология бунта, психология свободы выбора. Духовная жизнь это только свобода выбора. Это не какое-то образование, которое нужно насаждать людям. Или культура, которую нужно насаждать людям. Это свобода выбора. Она перевивается только любовью. Никаким другим способом невозможно ее утвердить. И вот если мы получим эту любовь, мы вернемся к Богу. Это будет просто выбор наш. Это мы уже много сделали против Бога. Очень много. И представьте, сейчас мы получаем любовь от Бога. Знаете, что произойдет в душе? Перевороцовое. То есть я столько всего натворил, и я получаю любовь с ним. Так это же мой друг. Это же мой отец родной. Это же переворот сознания. Много людей переживают такие вещи. что значит получить любовь от Бога? Ну, получить мы можем от того, кто имеет любовь к Богу. Это может произойти внезапным образом, через общение, через слушание, через интерес какой-то. Бывает же такое, что мы идем по улице и находим золотое кольцо. Это пример, что бывает такое. Так же здесь может такое случиться. Любовь истина, тогда ты больше отдавишь, чем получать. Да, но сначала нужно получить. Иначе, ну да, что же мы отдадим, если нет ее. Если она еще не пробуждена, мы не можем дать ничего. Родители воспитывают детей, но сколько у них любви? Не хватает честной любви? Портится отношение. То есть нужно больше иметь, чтобы выдержать все это до конца. Очень много нужно иметь. На самом деле должен быть источник постоянный. Немножко любви есть, но ее не так много, поэтому нам трудно. больше всего любим мы себя. Пока так, поэтому мы должны получить другую любовь. Как аванс. Иначе с чего начать, если нет ничего? мы получаем от духовного учителя. Я получил духовного учителя. Он получил от своего духовного учителя. и так далее. А у вас факт наличия в жизни как это не есть не сам аванс? Это шанс. Шанс еще. Аванс получаем непосредственно. Хотя нет заслуг, но аванс должен быть, чтобы мы сделали что-то. И аванс также он испытание, как мы используем это. Если получаем аванс и не работаем, нам больше не выдадут зарплату, не примут на работу. есть аванс также это испытание, проверка. Получаете аванс, значит с вами будут наблюдать сверху, как вы используете этот аванс. Мы теряем то, злоупотребим. Мы много уже потеряли, если мы сейчас дают аванс, мы получаем, но теперь мы должны оправдать это служением. Тогда мы не теряем, получаем еще больше, еще служения, еще больше, еще через служение мы продвигаемся. если для себя хотим все это сделать, злоупотребим снова все потеряли. Ну как вор, он своровал, но потом снова денег жених. Что он получает? Ничего он не получает. Он получает только возможность снова и снова воровать, увеличить свои проблемы. мы обворовываем Бога в этом мире, если так говорить философски. Просто обворовываем Бога кто как может. И вот я доставлю удовольствие своим детям, я буду счастлив. Своей жене доставлю удовольствие, так я буду счастлив. Или мужу доставлю удовольствие, так я буду счастливы. А в этом пишется, что пока вы Бога удовольствие не доставите, вы не будете счастливы, потому что все ему принадлежит. Религия не должна человека отбрасывать в какие-то архаические предрассудки. Используйте все самые современные достижения науки и техники в служении Богу. Вся энергия, все принадлежит ему. Все наши достижения научные, технические, все это принадлежит ему. Через наш разум все это делается. Это огромную пользу может принести сейчас, когда мы все используем в служении. И не пытайтесь Бога искать в храме или мечеть, ищите в сердце. Не создавайте снова какую-то сектантскую религию, новую. В сердце найти его, там, в сердце каждого живого существа. Никому не подражайте, ищите себя, ищите Бога в сердце. В этом весь главный ответ, если говорить обо всех вопросах. Но это ответ с другого уровня. Это ни на физическом, ни на эмоциональном уровне мы говорим, ни на каком. На духовном уровне. Не печальтесь, что придется мяносо оставить и бросить. Не печальтесь об этом. Не умрете, ничего не потеряете. Что Новый год больше не выпейте спиртного никогда. Что еще может печальить человека? Личная жизнь. Не печальтесь об этом. А личная жизнь. Больше получите, чем в любой личной жизни. Вам не муж нужен, и не жена, и не дети. Вам друг нужен, сердечный. В лице мужа, или детей, или жены. Вот как обрести друга вот такого? Вот это вопрос сокровелый. Бог это дает. От Бога это приходит. Еще вопрос есть для вас. Для чего в семью приходит глухой ребенок? Какой урок должны вывести родители, кроме принятия? Потому что принятие есть. Принятие есть хорошо, молодцы. Теперь просто потребуется много внимания. Понимать его. Чтобы он воспонимал и его понимали. В этом будете учиться. Станьте экспертами. Здесь, в Астане, одна женщина живет. Она в Алма-Ате жила, я знаю ее. Но она живет здесь потому, что здесь ее сын умирал от лейкемии в Астане. Она как мать в палате там жила с ней. Знаете, какая страшная болезнь? Молодые юноши. Там делали операции вот эти вот. Донорские там. Дорогие очень вещи. Все это делали. Деньги собирали. Мы там все делали. Сделали все. Улучшение было. А потом все равно ухудшение ушло. И она потрясла всех своей реализацией того, как вот она наблюдала и общалась. Поддержала его дух именно. Понимала, что телу конец пришел. Она поддерживала его дух как мать. Она стала именно таким другом. Они с ним сдружились именно вот в этот момент. И когда он ушел, у нее были непросто. Непросто была боль или вот скорбь. Она была уже готова к этому. Она что захотела? Почему она осталась здесь? Она осталась в этой больнице. Ей попросили, чтобы помогать другим детям в таком же положении. Она тут так сейчас и живет. Она научилась понимать эту психологию, помогать людям. Когда никто уже помочь не может. Она умеет это делать. Никаких сантиментов. Она просто понимает человека. Душу понимает его. Она знает физическую культуру, науку. То есть многое можно научиться. Он глухой, он вас не слышит. Но вы должны сделать так, чтобы он услышал вас. И так же научиться понимать его. И изучить еще другие языки какие-то. Человеческие. Разве это не школа? Разве это не школа? Мы собственно для этого и должны жить, чтобы понимать духовный язык. Здесь просят назвать самые основные книги. Книги, которые повлияли именно на ваше мировоззрение. Познание единственное и на вашу жизнь. Ну, фундаментальная книга, которая перевернула все. Я ее, в общем-то, искал долгие годы. В советские времена. Вот эта книга Прагова где-то. Эту книгу я искал примерно с 20 лет. Я услышал об этой книге. Не услышал. Была библиотека, всемирная литература была. Многотомник есть такой, с советских времен. Там все произведения мира, шедевры, все издавались. Много-много томов. И там также была Махабхарата, которая существовала Махабхарата. И была Гита, часть Махабхарата. И с тех пор вот я искал эту книгу. Отдельно. Меня очень заинтересовала Бхагова Гита. Это было в стихотворном варианте, без комментариев. Я просто почувствовал, что там есть ответы. Потом долгие годы я ее искал. И в конце концов в 85-м году она попала ко мне в таком самоздательском издании подпольном. И я стал читать. И к удивлению заметил, что я не понимаю даже комментариев. Очень трудно. Нужно много знать уже, чтобы читать эту книгу. И тогда я обратился к людям, которые уже долгие годы изучали эту книгу. И помню, как этот день был. Просто, знаете, как будто в моей жизни свет какой-то образовался. Я пришел на одну квартиру пообщаться. Мало что еще понимал, но уже практиковал. Была у меня практика, медитация, все уже. Я вегетарианцем был и так далее. И там один был старый опытный человек, который давал лекции по этой книге в то время. Потрясающие лекции были. Все так прояснялось. И там была издана книга. Это Бхагавадгита была издана, я не знаю, то ли шведские было издание на английском языке. И там было много-много иллюстраций, несколько вкладок. Три или четыре вкладки цветных иллюстраций. Подробнейшие иллюстрации. Те же комментарии, но вот такое издание. Я стал смотреть иллюстрации и опять вижу, что я не понимаю ни английского, ни смысла этих иллюстраций, а очень крайне интересного. Я так обратился к этому старому человеку. Мог мне рассказать немножко по этим иллюстрации. И вот он, представьте себе, для меня уделил несколько часов времени. Сели рядом. Он мне несколько часов рассказывал по каждой иллюстрации, всю Бхагавадгита. Для меня просто, знаете, вот как будто солнце встало с тех пор. Просто открылось все за какие-то несколько часов, что он уже понимал, целиком имел это полное понимание этой книги. И в ней самой же написано, что это знание подобно солнцу приходит. Просто озаряясь светом, вы видите все. Мне это так понравилось, как удивительно. Именно так и произошло со мной. Думаю, вот это да. Как все можно, оказывается, прояснить, сгармонизировать, упорядочить в голове, в жизни. Божественная книга. Так и есть. За какие-то там два-три часа что-то такое мы с ним сидели. Гита, конечно, да, она когда-то получила ее представление, понимание, перевернула сознание. И Шапанишат была также книга. Там в одном моменте вдруг все поменялось в моем уме. Шапанишат – это сложная книга очень философская. Там сутры такие сложные очень. Есть книги, которые я не читаю, потому что их трудно понять. Веданта сутры я почти не читаю. Иногда заглядывал, но и понять очень сложно. Есть вещи недосягаемые в ведах. Ну, для меня во всяком случае. Не так, что я все знаю, нет. Что-то мне открыто и все. Все еще впереди. Тайна эта постепенно приближается ко мне, я чувствую. Она сама приближается, я не могу как бы заставить прийти, когда я хочу. Нет. Другой подход совсем. Эта тайна постепенно приближается, и, конечно, жизнь сильно меняется по этой причине. Это волнующий процесс, чрезвычайно волнующий процесс. Чем дальше вы идете, тем больше волнения вас будет охватывать. Одно могу сказать, все, что написано в этой книге, правда, чистая правда. Могу подтвердить просто. Тридцатилетним опытом своим. А что выбирать, вы решаете сами, что понятно, что можете, вы уже решаете индивидуально, читая эту книгу. Но я рекомендую регулярно заглядывать туда. Особенно, когда чувствуете, что вы сбиты с толку, у вас вот сложно понять, что делать дальше, как жить, читаете эту книгу. Сразу получаете эту книгу. Спасибо. Я хочу спросить у зала, есть ли вопросы у вас? У меня. Либо тоже. Я записал. Но в процессе ответов на вопрос, в принципе, дали, может быть, у вас есть еще какие-то комментарии. Первый вопрос, все-таки, как оставаться, быть верным собственному выбору в течение, ну, каковерно, типа чего-то в жизни, да? Вот вы говорите. Еще раз верное чему? Сделанному выбору. Выбору. Да, в любом контексте. То есть, начиная с того, что тебе предлагает в жизни две конфеты, ты выбираешь одну и думаешь, а та была, наверное, слаще, я думаю, что ты ее не получил, да? Так же касается выбора. Мы уже профессии и так далее. Я понимаю, что вы говорите, а в вашем предназначении, если ты берешься в соответствии с ним, то, как бы, в принципе, эти вопросы не возникают. Но даже выбор этого предназначения, это же тоже выбор. Хороший вопрос. Шрейс, Прейс, сразу выбирайте конечную цель. Она определяет все остальное. Ну, вот как бы оставаться верным выбору этой цели тоже? Она одна. Нечего противостоять ей. Абсолютно истинно одна. В этом смысл заключается выбор. Если выбираете конечную цель, все остальное к ней прикладывается автоматически. Об этом даже не думайте. Не беспокоитесь. Если нет конечной цели, то постоянно будет вот это сомнение, вздерживание. Верно ли то, что я выбираю или нет? Лучше ли это или нет? Тогда придется все перепробовать. Верно жить? Ну, скажи, возможно, со среди рекомендаций для выбора этого делания не по цели. Высшей целью? Да. Но это ваш выбор должен быть? Ну, что такое высшая цель для вас? Скажите. Наверное, я поэтому не спрашиваю, что в ней нет. Ну, скажите, что вы думаете на это еще? Или чувствуете? Как вы понимаете высшую цель? Вычислил. Я хочу вычислил. Ну, это естественно. Ну, это моя высшая цель. Ну, и что же такое это высшее счастье? Объясните. В чем заключается оно? В чем-то конкретно или абстрактно? Все хотят быть счастливыми, но они же что-то для этого делают. Что нужно для счастья? Шура Балаганов, помните, сказал, что? Сколько для счастья нужно? Ну, посчитал. А у нас какие будут измерения? Ну, нет. Для меня это понятие несколько абстрактов, оно большое. А если оно касается, то есть, или оно только то, что представляет ощущение счастья? Значит, и так же ваша жизнь будет абстрактной? Точно так же. Как вы понимаете высшую цель, это так же будет отражаться в вашей жизни поступках, событиях? Нет. Давайте конкретно найдите цель жизни. Иначе в жизни ничего не изменится. Но, возможно, у нас есть какие-то рекомендации, которые будут ее конфидизировать? Ну, цель, она же установлена, высшая цель самой истиной. Мы не можем ее установить. Мы не знаем ничего. Что в чем эта истина звучит? Вот поэтому мы рекомендуем обратиться к источникам, первым источникам, которые установят эти цели. Предрелигиозные – это ведические знания. Там описывается абсолютно истина. Что такое Бог? Что такое душа? Что такое материйный мир? Что такое высшее совершенство? Что такое несовершенство? Разберитесь в этом. Вы человек разумный вполне. И тогда вы сможете понять, прояснить вашу цель скорее, чем понять, прояснить. Вы понимаете, что нужно счастье. Это верно. Теперь нужно прояснить этот момент. В чем это счастье вы должны найти? Это просто образование какого-то. Хорошо. Второй вопрос. С возраста, я замечаю, что первый круг людей, то есть ежедневный двойник, он унижается. Как-то люди уходят больше, чем когда ты молодость, у тебя как-то много друзей, и ты сеешь себя, внесеет себя в тебя и так далее. Вот. С возраста, он сужается, сужается, сужается. И вот в соответствии со всеми вот этими учениями, в соответствии с физицей служения и так далее, насколько важно и необходимо иметь в первом круге его в большом количестве людей. И вот мне как-то ощущение потеет, что мне не понравилось. Кто знает ответ, почему сужается? Это верно, наблюдение. Почему сужается круг отношений? Каждый человек замыкается в своей семье, в своей работе, верно? В своем личном успехе. И так люди отчуждаются, забывают друг друга по этой причине. Вот это все. Ну теперь смотрите, у меня духовная практика. У меня этот круг только расширяется. У меня было это сужение, как вы говорите. А потом, когда я занялся духовной практикой, стало расширяться все. Может просто все люди, которые получаются, развитием не думаете, а вместо лица там же вы идете дальше? Ну я не живу в позиции, что я молодец и всем как-то демок. Я думаю, что люди все прекрасны и можем найти способы развиваться вместе. Вместе нужно знать для этого абсолютное благо для всех. Суммом бонум. Вместе означает, что должна объединять общая цель. Благо для каждого. Если человек уверен, что в этом он получит благо, все придут сюда. Но если у каждого свое представление о благе, они будут искать разные группы. Абсолютная истина – это полное абсолютно благо для каждого. Она объединяет всех людей. Все группы. То есть, есть ценности, которые разделят абсолютно все люди. И это значит не отчуждение, а наоборот объединение семьи, расширение. А есть группы, где есть именно свои какие-то представления о счастье и успехе. Они группируются, отчуждаются в других. Как они говорят? Нас не понимают те люди. Так они говорят. Что у них вот такое понимание и другое понимание. Поэтому, говорится, устанавливается сначала высшая истина, а потом другие истины добавляются к ней. Не наоборот. Сначала нужно установить высшую истину. Что это такое? Пять истин существует в этой книге. Написывается. Пять истин. Которые нужно знать человеку. Каждому человеку. Это касается абсолютно каждого. Первая истина – это душа. Я сам. Как живое существо. Нужно познать себя. Вторая истина – это сверхдуша. Бог. Третья истина – это материальная природа, которая меня окружает. Нужно знать ее тоже. Четвертая истина – это аспект времени. Который нужно учитывать всегда, когда я действую в этом мире и общаюсь. И пятый аспект – это деятельность, которой я занимаюсь. Вот пять истин. Для каждого человека это очень важно знать. Это может объединить нас всех вот эти интересы. Познание. Все хотят познать себя. Душа, сверхдуша, материальный мир, время. Да? И карма. Деятельность. Это книга об этих пяти вещах. Если вы разберетесь в этих пяти вещах, то нет ни будет области, где вы не смогли бы разобраться с восприятиями. Это для каждого человека. Видите? Пожалуйста. Сверхдуша. Сверхдуша. Она пронизана. Если меня спросят, сколько клеток, я не знаю. Но я знаю каждую клетку, пронизывая ее. Видите? По-другому ее знаю. Поэтому ученые сосчитывают. Не знаю. Это точно так же. Сверхдуша пронизывает вселенную всю. Безграничную. Это сверхсознание. То есть мы все находимся как бы внутри сверхдуши. И один из продуктов сверхдуши, производных, это материальная энергия. Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум, ложное эго. Вот эти тонкие грубоэлементы материальной стихии. Это производные сверхдуши. Сама она такая же духовная, как душа. Ну, то есть, понимаете, дух производит материальные элементы. Согласны с этим? Ну, вы видите эти примеры на глазах. Растения производят фрукты, дерево. Производит же душа, живое существо производит эти фрукты. Из чего она их производит? Из земли. Она их трансформирует в материю. То есть энергию трансформировать может дух. В духовную, в материальную, в различные другие качества. Это дух делает. Мы сейчас, может быть, не знаем, как это происходит, но сверхдуша делает это. Например, мы же не перевариваем пищу сами. Это тело делает. Само. Я не знаю, как я это делаю. Это происходит по законам какими-то другими. То есть это сверхдуша управляет этим процессом. Вот она сверхсознание. Есть ключевые моменты, по которым мы можем понимать, что такое Бог в этом мире. Это семя всего живущего. Вы не можете создать его. Это ключевой момент. Семя невозможно создать. Либо оно есть, либо вы ничего не получаете. Все из семени происходит. Это силы сильного человека. Это талант в человеке. Это божественное происхождение всего. Это энергия пищеварения. Огонь пищеварения в человеке. Это власть, которой человек наделяется тоже. Это от Бога приходит к нему сверху. Разум. Мы не можем сами в себе увеличить разум или рост себе добавить. Там на локоть говорится. Это от Бога исходит опять же. Никто не знает, как это человек получает, откуда получает, если он имеет. И в Гитте в 10 главе описываются эти ключевые моменты. Достояние великолепия Абсолюта описывается, как проявляется Абсолют в этом мире. Как свет светящихся предметов тоже. Талант в человеке среди рыб, акула, среди людей, царь. Многое другое. Так вы можете наблюдать косвенно сверхсознание, например. Также вы в жизни видите, что все связано. Эти приметы также вы вдруг видите, что это связанные вещи, которые трудно понять, как они связаны, но не связаны. Именно так и происходит в жизни. Как подмечено. И будущее уже определено, смотрите, кем-то. Ясновидцы доказывают это, что будущее предопределено. Можно сказать, что будет в будущем с вами. Даже на сроке жизни что-то можно сказать. Просто мы лишены этого знания. Это сверхсознание. Это предопределенность, с которой мы говорим. И даже когда мы говорим слово «неизвестность», мы говорим о Боге. Ученые применяют это слово, когда речь идет о непостижимых вещах. О божественных вещах говорит «неизвестно». А на самом деле непостижимо нужно сказать. «Очинтя» — это одно из имен Бога, непостижимость. То есть мы наблюдаем Бога кругом вокруг себя постоянно, сверхсознание, что мы находимся внутри сверхсознания. Но поскольку в моем сознании нет этих отношений, я думаю так, что это все случайно происходит, независимо. И пытаюсь сам навести порядок в этом мире. С собственным разумом, собственной организацией. Я вмешиваюсь в организацию Бога, говорит. И вот согласовать нужно эти вещи. Душа — сверхдуша. Затем материальный мир нас окружает. Энергия Бога. В чем он опасен? Из чего он состоит? В Бхагават-гиписе принципиальный ответ. Если вы постигнете три вещи, вы поймете, как действует материальная природа. Три гуны материальной природы. Все. Вы сможете управлять этим процессом. До сих пор еще люди не постигли трибуны материальной природы. Всего три вещи. Качество невежества, качество страсти, качество благости. В качествах нужно это определить, не в количестве. Ученые изучают в количественном аспекте материальной природы. Количество атомов, как молекулы, как молекулярные цепи, как все это образуется в ткани какие-то и прочее. Это количественная сторона. Они пересчитывают все это. В Бхагават-гиписе в 14 главе описывается три гуны материальной природы. И вы можете прекрасно ориентироваться, зная эти три вещи. И достигать того, чего хотите достигать. Зная эти три качества природы. Вы выбираете одну из гунн, и вы действуете, достигаете. Вот и все. Это третья истина. Третий факт. Время. Если вы не учитываете время, место и обстоятельства, то никакие знания вам не помогут. Если даже вы очень великий учитель, и если вы ученикам даете знания, не учитывая время, место и обстоятельства, то вы станете врагом для своих учеников. Время, возраст также это описывается. В различном возрасте есть разные задачи у человека. Разная программа обучения, разные программы реализации. Детство, юность, потом семейная жизнь, потом постепенно отход от этого и в конце, последняя фаса жизни. Там расписано, что человек должен делать в определенные периоды времени своей жизни. Даже в течение одного дня. Нужно знать, как правильно это делать. Учитывая время. Однажды ученые решили так, что человек спит сутки и определяет солнце. Верно же? День и ночь, хорошо. Утром просыпается, день работает, ночь отдыхает. И потом были такие люди, которые работали в подземных шахтах или в глубоких подводных каких-то домах. Они строили в то время исследователи. Или в космосе, например. Где нет этих циклов суточных. Все, вы под землей, солнце вы не видите. Или в космосе. Все по-другому. И они решили, что эффективнее будет 24 часа работать, а потом, скажем, 20 часов спать. Ну, изменить сутки решили. Ничего не произошло, не изменилось. Нанести серьезный вред психике этим людям. Мы очень все зависимы от самки, от того времени, в которое мы пробуждаемся, едим, засыпаем, или работаем, или даже мыслим. И это в соответствии с времени должно быть отрегулировано. Зарегуляция нашей жизни. И время в этом случае это такой могучный фактор. Оно имеет вечную природу. При помощи осознания и правильного пользования временем можно познать многое. Что было в прошлом, что в настоящем, что будет в будущем. Это аспект лишь восприятия. А на самом деле время вечно. Это воля Бога, говорит Совет. Это другой аспект времени. И время здесь замкнуто циклично в материальном мире. А в духовном нет. И карма, деятельность, пятая истина. Искусство деятельности. Это высшее искусство в этом мире. Как человеку действовать без желания выгоды. Вот оно искусство. Нишкам карма называется этот процесс. То есть мы должны изучить сначала, что такое карма. А потом понять, что такое нишкам карма. И как это делать. И вот тут без осознания сверхдуши вы не сможете осуществить достичь этого искусства в деятельности. Потому что деятельность карма предназначена для я, для жертвы сверхдуши. Свердуша, как желудок творения, должны все отдать в желудок. А желудок отстреляет всем остальным. Такова схема. То есть мы совершаем жертву. Трудясь, совершая деятельность, мы это им для жертвы. Не для личного нишкам карма. Это путь к свободе. Тогда вы познали истину. Это признак того, что вы познали истину. Пока вы действуете только для себя. Означает, что человек в невежестве. Это Бхагалдита описывается в 17 главах. Можно присединить как раз таки про карму. Если руководитель получает причинение, то не совсем правильные вещи. А подчиненный должен ли он исполнить порученное, не привязываясь к результатам деятельности. Там примеры приводятся в комментариях. Что повелитель обязан принимать решения оказанных. Это его предназначение. В данном случае подчиненный, как бы с одной стороны, он вроде бы должен быть порученное. Это не его решение. Он всего лишь исполнитель, длинный инструмент. Но с другой стороны, он же все равно участник какого-то процесса неправильного. Хотя он не привязывается к результату, он с этого ничего не имеет. Он имеет, может быть, зарплату, но делает... То есть должен ли он это делать, супротив своей воли? Есть два вида отречения. Нишкам карма. Это деятельность в отречении называется. Без желания плодов. Два типа. Саньяса и Тьяга. Саньяса означает, что вы отказываетесь от деятельности, приносящей выгоду. И действуете только духовно. Ну, духовно значит, что вы можете давать классы Бхагавадгиты, может заниматься медитацией. То есть вы ничего не производите, не потребляете. Так вы духовно живете. Как священник. Саньяса называется. Монах. Все. А есть Тьяга. Тьяга означает, что вы не отказываетесь от деятельности, а отказываетесь от плодов деятельности. Тьяга. Это лучше. Потому что нельзя оставить деятельность, говорится. То есть вы вынуждены совершать деятельность, даже если там недостатки, верно же? Дым от огня все равно будет. Огонь чист, но дым будет. И также деятельность любая, даже предписанная, согласованная с книгами, с писанием, все равно имеет недостатки. Но все равно нужно продолжать эту деятельность. И Тьяга очищает. Но будет ли плодом зарплата, например? Он получает, является служащим заработной платы. Будет ли плодом зарплата, к примеру? Плод не зарплата. А как вы используете зарплату, настоящий плод? Вот о чем вы думаете должны. Не о самих деньгах, а как вы используете деньги. Если вы эти деньги используете на духовное продвижение, это Тьяга. Если на чувство наслаждения, это карма. В этом искусство деятельности. И последний вопрос. Какие у вас будут рекомендации для непосвященных? Или для таких просвещений, которые пока не готовы идти? Не знаю почему-то. Супер видео. Но тем не менее, какие у вас будут промежуточные комментарии и рекомендации к оздоровлению от предупривычек? От предупривычек? Постепенно. Постепенно все решится. А может быть внезапно. Решится. Если вы получите духовный шок, вы сразу откажетесь. Если нет, то постепенно. Так и так бывает. Я постепенно. Нет, в один день на самом деле. Да. У меня скорее был духовный шок, наверное. Что в один день все у меня. Я все это отверг. Все что было. И с тех пор все забыл. Дорные привычки. Образование здесь важно. Духовное образование. И личная духовная практика. Пробуждая духовное сознание, вы уже не сможете вернуться к твоему привычку. Не получится просто. Не усложняйте вопрос. Это не так сложно, как кажется. Это иллюзия. Кажется, что это какой-то сложный вопрос. Трудный. Нет, нет. Это вполне реально для каждого из нас. Спасибо. Да. Ну, что вы делите на меня. Потому что я очень много слушаю. Тем не менее, как кажется. Ну, то, что страшно. То есть, почему... Почему тогда... То, что вы говорите, вот такие вещи, да, когда в общем... Ну, ну, мне очень интересно. Да. Я понимаю, что мы... В общем, я как иллюзия. Он не так, как иллюзия. Да. Вот это мы можем. Да. Почему мы сейчас... Иллюзия меньше всего. Да. Почему мы там знаем, там... Какие-то... Молочные защитки много знали, да. Да. Там, почему информация... Иллюзия меньше всего. Это то, что, допустим. Это же интеллигия, да. Да. Харсианскому финалу. Иллюзия. Иллюзия. Ну, почему мы про Веды. И вот эта инструкция, там, как жить, да. Почему мы про Веды очень мало информации, что это имеем мы. Потому что я жалею, в чем-то я сейчас уже на 40 лет, а, допустим, я хочу, чтобы мои дети знали это сейчас, вот с самого начала. Когда, допустим, потому что я открою служу, я понимаю, что есть вещи, которые я могла бы делать по-другому. Вот почему много детей для наших сейчас? Эта информация мало. Информации много сейчас. В интернете в том же. Но она недоступна. Ну вот... Недоступна. Она для восприятия. Она есть. Но понять ее не так просто. То есть людям кажется, что это что-то нереальное, что-то слишком далекое. Вот ее нужно сделать доступной. Как вот она есть, но я руку протягиваю, а там витрина как будто какая-то. Вот я не могу взять это. Понимаете? А это вот я могу взять. И что же мне остается делать? Брать то, что я могу взять. Например, когда я заинтересовался лидической культурой, почитал первую книгу, подумал, я разочаровался. Потому что там написано, что для этого нужен духовный учитель. Я говорю, ты держишь на виду духовный учитель? Я не могу это взять. Ну, тогда какой смысл это вообще изучать, думаю? Без гуру. То, что написано, без гуру невозможно. Ну, вот пример. Почему все-таки у лидической культуры так люди интересуются непосредственно как чем-то другим? И они принимают, ну, несовершенно, но то, что есть. И слава Богу. Поэтому наша задача сделать доступным это знание. И если она доступна, если вы берете вилку, вставляете в розетку, все работает. Гораздо лучше, чем вы даже думали. Контакт должен быть. И все. Иначе этот холодильник просто груда металла, а какой толк от него? Надо было продукты в воде в холодной хранить. Это доступно для меня. Потому что нет питания холодильнику. Какой толк от этого? Описывается такой холодильник, знаете, ну, со всеми вещами. Такая машина. Но питания нет, не работает. Вот наша задача провести питание, и это прекрасно работает. Вы же видите, что знание распространяется относительно недавно. Вот так вот, непосредственно в западном мире. Всего 50 лет последних. За 50 лет очень много сделано. Я бы сказал, что это в истории, как бы, мира аналогов нет. Того, что сделано за эти последние 50 лет. Ни одна религия мира с такой скоростью интенсивности не распространялась никогда в прошлом. Как в религии сейчас культура распространяется. Потому что появляется возможность доступности. Доступность. Приходят, включаются люди. Но если не будет общения, не будет этих опытных наставников, не работает. То есть, недоступно. Достаточно? Достаточно? Ну, допустим, открыть школу для детей. Достаточно людей, которые могли бы детям донести знания на таком уровне, чтобы они это уходят? Есть количество таких людей? Ну, допустим, сколько часто вы могли бы посещать такую школу и заняться этими, допустим? Я к этому разговаривала. Про сколько? Хороший вопрос. Но я думаю, в соответствии с родителями, желающими, достаточно. Я думаю, что все этого не захотят. Все родители Астаны не захотят своих детей дать такую школу. А вот для нас сами, которые хотят, уже достаточно, если организовать это. Достаточно будет чтение. То есть, мы уже можем это делать. И уже такие школы в Алмате, допустим, есть. Ну, там есть институт прикладной духовной технологии, там занимаются подростками. Но сначала родители, потому что без родителей мы не можем давать детям такие знания. Они собирают родители, те, кто желают, приводят детей. И уже делают это. Институт прикладной духовной технологии, потом узнаете подробно. Также там есть сайт разум.кз, где можете узнать, что там вообще происходит и связаться. Очень много делается в этом направлении. Воспитание детей – это очень важный вопрос. Но зависит от того, насколько мы готовы к этому, взрослые. Дети сейчас конкретно спрашивают взрослых, какой мир вы нам оставить. Скажите, что вы нам оставить после себя? У них серьезный вопрос, на который ответить взрослые не могут. что-то. Нужно что-то оставить для них хорошее, лучше, чем было. нужно вернуться к природе вещей, которая изначально создана Богом. Изначально. Нужно вернуться к изначальной позиции. Комфорт нас бил с толку сильно. Евростандарт называется. Мы с вами еще живые люди здесь, в Казахстане. Я в Европу иногда выезжаю. Есть страны, которые мертвые духовно вообще. умерли. Даже местные говорят об этом. Просто умерли. Они как роботы работают и все. Не скажу пример. Мне сказали человек недавно, старый друг, сказал про свою страну. Она духовно давно умерла уже. Ему 70 лет. Я когда поехал, я убедился в этом самом. Ну и что, жить в мертвом мире, в бальзамированном мире. Есть искусственную пищу. Жить в искусственных условиях. Гнаться за деньгами. И все что. И думать, что мы успешные люди при этом. Включаете. Компьютер или телевизор. Мертвый мир. Нужно вернуться к жизни, к изначальной жизни. Настоящая радость, счастье, общение, любовь. Где это все? Чистота помыслов, могущество, мистические совершенства, знания глубокие. Где все это? В итоге мы просто получаем свой эгоизм и все. Такого развития. Не нужна наука и техника на самом деле материальная. Честно, если говорить. Они не нужны. Они отнимают разум у людей. Все компьютеризируют и механизируют. Никогда. Ведическая цивилизация никогда таким путем не шла техногенным. Они совершенствовали способности человека. Не подменяли их техникой. Считать нужно ведь без калькуляторов. Все эти люди, которые изобрели все эти компьютерные программы и все прочее. Они своих детей не отдают такие школы, где компьютеры. Они отдают детей там, где считают столбик. Они понимают, что делают. Во что вы превращаетесь, когда вы начинаете протезы ставить в голову при помощи компьютеров и всех этих удобств. Вот такая картина. Тяжелая. На этом мы заканчиваем. На позитивном. Давайте на позитивном. Что? Есть какой-нибудь нормальный вопрос? В чем отличается мудрый человек от умного? Мудрый может применять знания. Умный только может хорошо говорить. Мудрый может применить. Спасибо, Александр Геннадьевич. Спасибо за открытый голос. Спасибо. 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 Спасибо.